Короче, что нам надо еще обсудить до того, как начнется, собственно, основная программа. Без этого точно не отпустят и вообще с говном сожрут. Вот давай скажи, как человек, который живет в Германии, что у вас там происходит с газом, с ценами на газ? Потому что у нас здесь вообще пугают по-страшному. Цены на газ растут жутко, и на электричество поэтому тоже. Потому что тут так все очень интересно устроено, что даже если электричество вырабатывается ветряком или на атомной электростанции стоит дешево, ее почему-то продают все равно по максимальной цене, а максимальная цена за газ платится, и максимальная цена от газа идет, и все остальные такие, о чем мы будем продавать дешевле. Поэтому цены на электричество, конечно, сэкономили дико. Тут сейчас про контракт могу еще тоже потом рассказать, как все это. Если заключается контракт на электричество, и те, у кого сейчас контракты обновляются, у них тут, вот у меня, например, с октября цена на киловатт-час выросла на 60%. Там с 24 центов, по-моему, до 37 за киловатт-час. И это еще не предел. То есть мне сегодня один знакомый скинул скриншот, нового контракта, который там в Лейтске, по-моему, получил. Там зарядили человеку 167 центов за киловатт, по-моему. То есть это, ну, какие-то вообще запредельные просто цифры. И, ну, в таком случае просто надо другого поставщика искать, который предложит что-то дешевле. Вот. Отопление, конечно, да, сейчас вырастет в цене. Дрова все раскупили. То есть про дрова это не шутки? У вас реально дрова покупают? Нет, не шутки, потому что частные дома, часто у людей стоят камины. Вот. И камины, ну, не так, чтобы буржуйка там, знаешь, просто погреться. А, ну, это как бы кап для отопления в том числе используется вполне. То есть и люди, да, покупают там пару кубометров дров там на зиму. Это не шутки. И, в общем и целом, вполне себе решение. Потому что до недавнего времени дрова были дешевые. Тут они сейчас выросли в цене просто. Их тут, вот, у меня коллега. У него проблема была купить прицеп дров. Он говорит, блин, сейчас цены зарядили. Говорит, ну, все. Газ подорожал, там, все, мазут подорожал. Надо, говорит, дрова купить. Я тоже посмеялся. Он такой, ну, да, говорит, а куда деваться? Но в итоге, не знаю, купил, не купил. Ну, да, у него такая была идея, что у меня вот печка есть. Вот, буду печку топить. Ну, в частном доме почему нет? Потому что, ну, как бы, где-то камин, допустим, да. Где-то, опять же, печка. Но это, говорю, это не такая буржуйка. Это сейчас печи очень, они тоже технологически довольно на высоком уровне. Там все проработано, там ничего не теряется. Там все киловатты джоули и прочие идут в обогревку, в тепло. Вот, и получается довольно неплохо. Слушай, ну, как-то это все равно так звучит вот дико. То есть, там все рассказывали. Просвещенная Европа, Германия, самый ее центр. То есть, и вам получается сейчас вот... Ну, как, вот многие считают, что это пропаганда. Но, то есть, ты подтверждаешь, что у вас там вот врубить горячую воду и отмокать в ванне часик или там поставить дома обогреватель на, там, не знаю, 25 градусов, это типа уже нет, нереально. Ну, на 25 градусов, конечно, да. Ты, с тебя денег тут возьмут немало. Опять же, все зависит от того, какой у тебя дом и какая у него энергоэффективность. Потому что, например, вот мы живем, у нас дом 62-го, по-моему, где-то года. И он, ну, довольно-таки холодный, да. Вот, еще квартира со всех сторон. То есть, все стены, они внешние практически, без исключения тут одной. Вот, и получается так, что внешние стены, они сэндвич-панелями никакими там не огорожены, да. То есть, дом, не сказать, что утепленный. Вот, и поэтому, конечно, там батарею, ну, включаем, да. Там, понятно, что они не топят там на максимум. Ну, где-то там зимой 20 градусов поддерживаем. Вот, у меня знакомый... 20? Это же жесть, как холодно. Ну, то есть, честно. Ну, как бы 20, ну, 21, да. О, Боже мой. Но я тебе скажу, что вот у меня знакомый есть, они живут в многоквартирном доме. Ну, многоветажка, в смысле, да. Он у них весь там отремонтированный и прочее, стены утеплены. И, по их словам, они за прошлую зиму отопление включали раза два, потому что у них тепло. Мы не в гостях были, у них там действительно тепло, по-моему, теплые. И у некоторых просто такой даже надобности нет включать отопление. То есть, зависит от дома, да. Зависит от дома, от энергоэффективности. Ну, потому что даже, знаешь, там, ты на кухне там возишься, что-нибудь там готовишь, там, не знаю, да. Да, ну, греется, да. Греется, да. И в том числе от этого. Ну, может, там, включишь там ненадолго, да. То есть, зависит от энергоэффективности дома. Вот, если дом старый, конечно, да, тут и экономить будешь, и все остальное. А если дом новый и хорошо построенный, то, в общем и целом, проблем-то нет. Ну, тут зима еще теплая. Вот, поэтому, если даже на улице там будет около нуля, зачастую, если дом хороший, новый, там, люди батареи даже не включают. Понятно. Ладно, надо тогда, слушай, все-таки переходить к официальной части, а то мы такие сразу сужатся. Ну, ты потом можешь это вырезать и куда-нибудь там вставить, не знаю. Я думаю, наоборот, самое начало надо вставить, потому что, знаешь, это просто самая такая топовая тема, насколько нагнетает пропаганда. А тут такой ты приходишь и говоришь, да как-то и не особо нагнетает. Нет, ну, знаешь, вопрос в том, что это сейчас говорят, что, а, тут Европа, здесь люди всегда так живут и жили, понимаешь. Тут ничего не поменялось, в принципе. И, ну, просто, да, когда там чистят зубы, грубо говоря, выключают воду горячую, да, пока там стоят чистят зубы, она просто не льется. Ну, по-моему, это вполне себе логично. Я точно так же и в России поступал, да, несмотря на то, что там вода дешевле гораздо и отопление дешевле. Ну, тут вопрос, кто как привык, да. Ну, и, на другой стороны, ты можешь вполне себе и ванну хоть каждый день наливать. А потом заплачешь. Ну, учитывая, что ты вот сказал, что у тебя за электричество скачок на 60%, а я от коллег слышал истории в три раза, вот если посчитать, за последний год уже поднялась цена. Это прям грустно реально звучит. Очень грустно. Ну, грустно, конечно, да. Да, ну, с другой стороны, когда-нибудь же все это исправится, все наладится и все будет хорошо, а там и цены вне дешевле попадут. Ну, как сказал мой коллега, он говорит, ну, что, говорит, ты страдаешь, типа, тебя подняли. Ну, надо зарабатывать больше тогда. Слушай, про зарабатывать и про налоги, и про прекрасные картинки из блога Вастрика, я думаю, поговорим. Давай мы тебя теперь все-таки представим уже нашим дорогим слушателям. Я могу начать вкратце, что сегодня у меня в гостях Артем Колпаков из Германии. Я даже не буду пытаться произнести, в каком там то ли городе, то ли деревне ты живешь. Я лишь хочу сказать такие небольшие вводные слова, что когда мы за этого записывали по уехавших, мы такие смотрели, как бы, ну, типа, очередная страна в Европе, ну, что там, можно, короче, обсуждать. А тут последние, значит, 7 месяцев, ну, очень много людей вдруг стали такими большими экспертами по Европе, по каждой отдельной стране, уже просто лекции читают, где какие условия, чтобы получить визу, где сколько налогов, где какая медицина, где вот это вот все. И я вот про себя подумал, что теперь говорить вот как-то вот совсем уж просто и поверхности смысла нет. И вот ты мне как раз написал, я думаю, надо вот послушать таких, значит, экспертов про Германию и вот достаточно подробно, так сказать, вглубь по самый локоть занырнуть и поболтать. Ну, давай, теперь, значит, пятиминутка Славы. Расскажи чуть-чуть о себе, кто ты, что ты, как все-таки называется это прекрасное место в Германии, где ты живешь. Зовут меня Артем Клопаков, живу в замечательном городе Ингольштадт, где-то в Баварии, посередине между Мюнхеном и Нюрнбергом. Весь город, в принципе, у нас живет вокруг одного небольшого заводика с четырьмя кольцами на логотипе. Ну, скажи, скажи уж название. Audi AG. Про себя, что могу сказать. В России 9 лет работал консультантом по проектам в маленькой компании DeLink. И наверняка, может быть, многие или кто-нибудь из слушателей меня знают, помнят, переписывались. Вот, по крайней мере, с операторами связи общались много и плотно. Так что всем привет, кто знает, помнит. Вот, ну, два с половиной года назад случилось так, что сменил все эти компьютерные большие операторы в том связи и прочее на сети поменьше в Automotive, в машинах. Ну, вот, два с половиной года прожил здесь. Полгода назад перешел как раз работать в Audi. А ты сам, как бы, искал работу и нашел ее там или тебя позвали? Ну, работу искал, вот, то есть, где-то, наверное, за год до того, как я переехал, я там составил резюме и начал раскидывать там по всяким ксингам и линкдинам. Но, как бы, без знаний языка особо ничего не получалось. И я как-то так подоспоковался, решил учить язык. И потом в какой-то момент мне просто написал рекрутер. Ну, как оказалось, потом она еще по совместительству директора HR и прочей небольшой конторки здесь, как раз в Ингорштаде. Вот, которые делают проекты для Audi, для Porsche и для Automotive в целом. Вот. И когда так с ней списались, разговорились, говорю, а что бы не попробовать? Ну, не с телеком чистым, а вот немножко в другую степь, да, в Automotive. Ну, машинам всегда интересно было. Тут такая возможность. Ну, когда прособеседовался и вот получил оффер. Слушай, а давай чуть-чуть уточним. Вот ты говоришь, стал учить язык. Вот как докладывают наши, не хочу говорить диванные эксперты, но люди, заслуживающие, значит, доверия. В Германии есть Берлин, который такой вот, как Москва в России. Вот Берлин — это Москва для всей Европы, да, где английский язык худо-бедно кто-то да знает, да. И есть вся остальная Германия, где твой английский никому нафиг не нужен, там только немецкий. Без немецкого туда ехать смысла нету. Вот подтверждаешь, и какой язык ты учил? Я учил немецкий, потому что английский у меня плюс-минус был, и мне было достаточно для того, чтобы пройти интервью. У меня все общение с рекрутером и прочее было на английском. Но от себя скажу, что с одним английским приехать очень-очень сложно, если только ты там программист. Потому что даже с сетевиком часто все-таки нужно там общаться где-то с кем-то, и без немецкого, на самом деле, очень тяжело. Если это не Берлин, если это не Мюнхен, там крупный, там Франкфурт, допустим, там крупные города, да. Ингуштад — 130 тысяч, 140 населения. Это вроде как большой город считается, да, в Баварии, в 130 тысяч? Ну, да, он, по-моему, пятый или шестой где-то по населению, вот, плюс-минус по всей Баварии, да, то есть относительно крупный. Вот, но без немецкого далеко не уедешь, то есть в любом случае язык надо учить. И хоть у меня первые два года был англоговорящий коллектив, и разговариваем на английском, немецкий, очень все было там плохо у нас у всех, понаехав, я такой там был не один, но, правда, с разных стран ребята были. Но без немецкого вообще никуда, потому что все общение в итоге внутри концерна, оно все равно в основном на немецком. Конечно, коллеги, все знают английский практически, там, 99% знают английский на хорошем уровне, ни для кого не проблема переключиться, но, в целом, если комфорт не говорит на немецком, почему не говорит на немецком, да, он же у нас родной, родной, ну, вот мы будем тогда по-немецки. А, ну, то есть, как бы получается, что несмотря на то, что эта компания большая, международная, огромный, значит, холдинг, да, а сейчас, как мы все прекрасно знаем, куда ни плюнь в компаниях такого уровня, там, все, значит, топят за английский, вот, забудьте свой родной язык, как бы немцы вертели этот принцип и продолжают на немецком. Да, в целом, да, все так. А ты сразу в Баварию поехал, да? Да, я сразу приехал в Англиштадт, вот, и в целом даже вот сейчас там все митинги, которые ведут, все с коллегами, естественно, они все на немецком, и на английский переходят только, ну, там, давайте, если попросишь, да, то давайте, не проблема, мы сейчас переключимся на английский, вот, но это только по просьбе и по умолчанию английский языком общения не является. Слушай, а вот то, что, ну, в принципе, не сильно большая тайна, что северная и южная Германия по языкам довольно сильно отличаются, да, и тот же самый, как бы, баварский диалект, он сильно специфичный, а ты на себе это как-то ощутил, вот, когда учил язык, что ты, например, не знаю, оказалось, учил не тот немецкий? Плюс-минус все, когда говорят на немецком даже на работе, все-таки говорят на немецком, так называемом, hochdeutsch, то есть это вот университет немецкий, который вот преподает как раз и в школах, и учебники, и все остальное, но приходишь ты в магазинчик, и тебя что-нибудь спрашивают на смеси немецкого, нормального и баварского, и такой спустя два года на кассе стоишь такой, простите, что вы спросили? Вот, так что с этим, да, сталкиваешься, и плюс произношение отличается у людей, то есть северное, южное, и здесь, конечно, просто иногда слышишь, что проскакивает такой вот баварский именно, вот такой акцент, да, то есть даже люди, говорящие на немецком, ты их просто не понимаешь, потому что у них произношение такое, к которому ты не привык, ну и там все вытекающие от этого. Но они спокойно как бы относятся к тому, что вот приехал ты тут, понаехал со своим неправильным немецком, а мы тут в своей баварии сидим красивые? Ну, даже если ты знаешь немецкий, это уже хорошо, потому что все смотрят, ну, понимаешь, что иностранец, там даже если год-два приехал, никто от тебя идеального и даже более-менее нормального немецкого не ждет. Если ты просто даже говоришь на ломаном, на кривом, какой бы он ни был, это уже тебе большой плюс, и тебя там только поддерживают, там разъяснят, если что-то ты не помню переспросить, всегда не проблема, на крайняк переключиться на английский. Ну и давай тогда, чтобы немножко подзакрыть тему Баварии, слышал еще такую версию, что есть Берлин, и он такой относительно нестрогий город по соблюдению всяких жестких немецких законов и норм, что там нельзя шуметь, надо обязательно мусор выкидывать в строго определенного цвета баки, сортировать еще что-то, еще что-то, да, и как бы в Берлин приехало много людей, поэтому там как бы на это смотрят попроще, но вот стоит, да, вот поехать куда-то в Баварию, и там тебе могут влепить штраф за то, что ты, например, там в один с вечера врубил душ и мешаешь соседу шумом воды. Это очень сильно зависит от соседа, потому что вот прям пример из моей жизни, у меня две квартиры на этаже, и вот в нашу дверь соседи где-то, наверное, год назад съехали оттуда, хотя это их квартира, они оттуда съехали и начали сдавать эту квартиру просто потому, что им надоело бороться с соседями снизу, потому что соседи снизу, их откровенно, скажем так, выжили. Ходили, жаловались постоянно, что вы там ходите, топаете, что вы нам тут после восьми вечера мешаете, и прочее, и прочее, и люди, причем совершенно спокойная немецкая семья, прям такие вот семья ботаников, да, я не знаю, как они вообще-то могут шуметь, но они в итоге съехали, и самое веселое, что квартиру у них сняла арабская семья с пяти детьми, вот. И теперь соседи, как бы, которые снизу приходят к ним жаловаться, эта арабская женщина просто смотрит на нее и кивает, и говорит, да мне, в принципе, все равно, что вы там сделаете, у меня вот тут социальные работники приходят, помогают, и как бы мне ваши все предъявы просто по барабану. Так а полицаев вызвать, вроде же там всех этим пугают? Ну, полицаев, может, и вызовут, но как бы поди еще там докажи все это, что тут шумят, не шумят, плюс наверняка они сидят немножко там на социале на каком-нибудь, или, не знаю, там помогает им государство, там пять детей, вот. Вот, то, я думаю, полицеевские, глядя на пятерых детей, просто проведут какую-нибудь беседу, закроют глаза и уедут. Понятно. Все мы люди, конечно, на то деле. То есть хочешь шуметь, заведи пятерых детей и делай вид, что не знаешь ни языка. Ну, наверное, да, может быть, сработает. Поэтому правила, конечно, есть, но, опять же, как повезет или не повезет. Но, с другой стороны, вот, есть такое понятие, да, как спокойно. То есть после восьми вечера, например, там нельзя шуметь. И там до, скажем так, до семи или до восьми утра. Однако вот здесь у нас в двухстах метрах церковь, которая по выходным в шесть утра совершенно спокойно звенит колоколами на всю округу. Ты просто просыпаешься и такой думаешь, блин, ну, как бы, в шесть утра, в субботу, ребят, за что? Ну, слушай, так то пища духовная, куда ты тут вот немытыми руками лезешь? Ну, наверное, да, но вот очень непривычно, конечно. Очень хочется. Просто, знаешь, мне там рассказывали всякие жуткие вещи, что, например, если ты на выходных пойдешь выкидывать там стеклянные бутылки в ящик для стеклянных бутылок, и они будут бряцать друг от друга, ты там тоже рискуешь нарваться вот на разборки и штрафы. То есть какие-то совершенно дикие вещи. Все зависит от того, опять же, как тебе не повезет с соседями. Потому что можно действительно нарваться на какого-нибудь старого деда-зануду, который не только тебе, а он всем мозг будет выносить. Но про такие вот случаи я, например, не слышал. Да, конечно, если в воскресенье сверлить дырки в стенах, к тебе соседи придут. Но обычно это кончается тем, что приходят соседи, и как бы ты с ними на нормальном человеческом языке объясняешься и говоришь, да-да-да, извините, все, я понял, просверлю дырки завтра. Но вообще в воскресенье, да, обычно спокойный день и стараются все-таки не шуметь. Ха, ну понятно. Ладно, давай тогда, значит, к обязательному, нет, скажем, к обязательным вопросам. Раз ты туда переехал два года назад, путем нехитрой математики, получается, что ты туда влетел то ли перед самым ковидом, то ли вот как он только начался. Вот расскажи этот момент. Да, влетел я сюда 1 февраля 2020 года, 3 февраля мне нужно было как раз на работу выходить, и вот где-то вот ковид, он там в это время уже еда там по Китаю расползался, вот, и даже вроде как в феврале он там начал уже приходить сюда в Германию, там ходили всем, вот измеялись хихоньки-хахоньки, 1-3 случая, там 2-5, потом 200, потом 400, 500, и где-то в конце марта, то есть полтора месяца спустя, нас всех там закрывают просто на локдаун, выгоняют всех, загоняют по домам, офисы пустые, вот, и 6 недель я сидел дома, вот, по сути, ну, выходил там в магазин, либо там вечером прогуляться куда-то просто, вот, то есть таких прям жестких запретов на какие-то прогулки не было, но просто кроме магазинов не работало больше ничего, ни ресторан, ни кафешки, вот, то есть торговые центры тоже были закрыты, вот, работали только продуктовые магазины, чтобы делать было нечего, но можно было гулять. Проблема для меня в плане, скажем так, на успокойствах было то, что испытательный срок полгода, вот, и когда спустя полтора месяца твоего испытательного срока тебя на какой-то неопределенный срок сажают домой, и ты такой, а как работать, а что работать, когда вроде как работаешь с железом, там, с тестовыми стендами и прочее, прочее, нужно что-то тестировать, что-то делать, а ты сидишь дома с ноутбуком и жадно, как бы, попрашившу шефа, ну, дайте мне хоть что-нибудь поработать, хоть я хоть покажу, какой я хороший, вот, но в итоге все сложилось хорошо, и, в принципе, после полутора месяцев вернулись мы все в офис. Ты по блюкарте ехал, как вот образованный уважаемый человек. Да, я поехал по голубой карте, но тут очень интересная история была. Офер я получил где-то, наверное, в октябре, по-моему, в середине октября, и ближайшая запись в посольство была, по-моему, где-то конец декабря, там, последняя пятница декабря, вот, предновогодняя, это была прям ближайшая запись в посольство. Я такой посмотрел на это, думаю, зачем мне, как бы, в пятницу тащиться в новогодние Москву, в посольство, дай-ка я в первых числах января поеду подаваться на визу, и записался на начало года. Офер у меня был по порогу голубой карты, то есть там на тот момент было, по-моему, 53 600. Это вот, как бы, общевойсковая такая для всех, не для востребованных специальностей, а вот вообще для всех. То есть, если эту зарплату тебе дают в офере, то никаких проверок нет. Визу получаешь буквально за 3-4 дня, ее выдают прямо в посольстве без проблем. Подожди, извините, я тебя перебью. Опять же, насколько я в курсе, немецкая голубая карта, она как бы в два этапа. То есть ты сначала получаешь визу, например, у нас в посольстве, въезжаешь и уже оформляешь саму блю карту. Именно так. Но даже чтобы тебе выдали вот эту вот визу на въезд, они смотрят на твой офер и, как вы понимаете, если у тебя зарплата достаточная, для обычной голубой карты, то тебе визу выдают прямо, можно сказать, решением посольства в Москве. А если у тебя зарплата чуть ниже, то они уже тогда смотрят, если там айтишник или там какая-то востребованная специальность, там другая их, там целая куча, там большой список есть. Но для того, чтобы выяснить, вот насколько твоя специальность востребована и пустить ли тебя с этими меньшими деньгами, они отправляют запрос в Германию, вот, в Министерство по труду. И они уже тут выдают разрешение, дать тебе визу вот эту вот на въезд или не дать. У меня был прикол в том, что вот это вот письмо, которое, значит, посольство отправило в Германию, а немецкое, вот, Министерство труда местное, запрашивало работодателя, значит, действительно ли к вам едет вот такой вот инженер, действительно ли вы его принимаете и так далее. И это письмо с запросом, оно где-то потерялось. И, как бы, Министерство по труду никакого ответа о том, что мой работодатель хочет кого-то нанять, Министерство по труду никакого ответа не получило в разумные сроки. И визу мне сначала завернули. Мне прислали, что, типа, визу мы тебе не дадим. Вот, я такой, так, подождите, как вы мне визу не дадите? У меня через две недели, там, через полторы мне на работу выходить. Так, а там же вроде оффер можно приложить, или вот, ну, трудовой договор, или как-то он там называется, типа, намерение заключения трудовых отношений, что-то такое. Да, да, все это было, все это было, но суть в том, что все равно вот эти немецкие бюрократы, которые здесь, да, они запрос работодателю посылают, что действительно ли вы хотите нанять такого сотрудника, и он вам там действительно нужен. Вот, это вот проверка здесь такая немецкая, но это бывает только в том случае, если зарплата ниже вот этого общего порога по голубой карте. Вот, и почему я как раз попал в этот порог? То есть из-за того, что я встречу в посольстве назначил на 1 января, вот, ну, там не на 1, там какой-то 3 января был, начало года, да, порог по голубой карте с начала года подрос там что-то на полторы тысячи евро, и у меня уже я как бы не попадал в общего исковую, в общую голубую карту, да, обычно, и для меня нужно было как раз посылать запрос в немецкое там место, в Министерство труда. Вот, и у меня был, конечно, большой интерес с этим делом. А еще могу от себя добавить, ну, как, естественно, как тоже большой специалист по переезду в европейские страны, что к немцам же, когда подаешься на блю карту, надо, чтобы у тебя был правильный вуз и правильная специальность, которая там на каком-то сайте у них написана. Да, есть такой сайт, Anabin называется, вот, на нем все, в принципе, более-менее известные вузы перечислены, вот, и тут такой есть трюк, что не обязательно в твоем вузе искать твою специальность. Можно сделать как? Можно найти твой вуз, что он там одобрен, да, и твою же специальность, но в любом другом вузе. То есть если такая специальность, в принципе, заявлена на сайте, и она, ну, диплом признается, то, в принципе, неважно, из какого, какой вуз этот диплом выдал. То есть если вуз одобрен, специальность одобрена, то они не смотрят на то, что именно конкретно этот вуз выдал диплом по этой специальности. Точно так же было у меня, то есть я заканчивал Рязанский радиотехнический университет, вот, он есть на Анабине, а специальность я свою нашел в каком-то университете, там, то ли где-то там на Урале, не помню, в Челябинске или где-то еще. Просто даешь выписку со своей специальностью, с университетом, они смотрят, да, хорошо, образование, мы твое диплом признаем. Прикладываешь его к пакету документов и проблем, в принципе, никаких нет. Ну окей, значит, ты вот эти документы подал, потом выяснилось, что они письмо потеряли, потом они его нашли, видимо. Ну, потом работодатель написал в агентство по труду, что ребята, вы тут вот писали запрос, а мы на него не ответили, потому что письмо потеряли и так далее. Агентство по труду потом написало в посольство, вот, и визу мне в итоге выдали меньше, чем за сутки до моего вылета в Германию. Ох, нифига. А то есть ты уж билеты купил? Да, у меня был билет на субботу, а визу я получил в пятницу в обед. Слушай, а это зачем как бы такой риск? Ну, ты же не знал, что тебе ее дадут, там пришлось бы, не знаю, сдавать, двигать, еще что-то. Ну, других как бы вариантов не было, мне нужно было в понедельник уже выходить на работу, вот, а из-за того, что вот эта вот вся петрушка затянулась получения визы, пришлось ехать в посольство и говорить, ребят, дайте мне визу прямо сегодня, пожалуйста. Я отсюда не уйду без визы. Ну, почти так и получилось, да. Слушай, понятно. Так, ну ладно, давай, значит, через все заключения тебе визу вклеили, поехал ты в Германию, приехал там, обжился, мы там про квартиру отдельно еще поговорим, я просто хочу визовый вопрос закрыть. И дальше у тебя начинается, соответственно, процесс оформления местных документов, то есть это, наверное, там, что, какой-нибудь там страховой номер, еще что-то там, еще что-то там, и надо вот получить саму блю карту, да, уже вот карточку. Вот как это выглядит, долго ли это ждется, что для этого надо сделать? Для этого нужно записаться в агентство по борьбе с иностранцами, ну, его так мило называют, ауслендрам, то есть это как раз министерство, в которое обращаются все иностранцы по всем вопросам, там, и визовым, и прочее-прочее, продление видов на жительство, получение и так далее. Вот, записываешься к ним на прием, ждешь где-то, наверное, с месяц, вот, если повезет, если не повезет, может быть, больше, вот, приходишь к ним, почти что с тем же самым пакетом документов, с которым ты приехал в Германию, отдаешь эти документы, ждешь еще месяца-два, наверное, и приходишь, получаешь. А там из документов, как бы, что вообще отдаешь-то? Просто, типа, ребят, я приехал, вот мой трудовой договор, я, честно-честно, вышел на работу, никого не обманул. Или что-то хитрее. Да, практически так. Ну, то есть, весь тот пакет документов, который ты даешь в посольство, практически тот же самый пакет документов ты приносишь здесь. Ну, то есть, это такой, как бы, скучный бюрократический процесс, и там никаких подковых. Да, здесь ничего сложного, нет никаких подковых. Вот, вопрос только, может быть, в том, что бюрократы бюрократам рознь, и кому-то работникам вот этого министерства, да, отдела по иностранцам, кому-то везет, кому-то не очень. И тут уже зависит от конкретного человека, будет он тебе там долго что-то выдавать, там, недолго, то есть, какие-то вопросы, может быть, будут, то есть, кому-то бумажка, может быть, не понравится. То есть, здесь такое бывает, то есть, человеческий фактор, он, к сожалению, здесь играет роль. Ну, мне везло, например, да, то есть, я с местными бюрократами, прям, они все очень у нас хорошие лапочки, хотя в Штутгарте я слышал, что там на получение, например, вида на жительство, когда уже там спустя несколько лет подаешься, отдаешься, начинают какие-то там палки в колеса вставлять. Ну, тут, опять же, от человека зависит. Который конкретно вот сидит, вот ему там пришло в голову, что-то где-то не прочитал в законе, или там понял, не так, да, и начинается какая-то самодеятельность. Но с такой самодеятельностью, в принципе, можно бороться, потому что очень все эти законы на форумах, везде, как получить вид на жительство и прочее, и прочее, какие условия, какие документы, бумажки нужны, все это на русском перечислено, все это есть, со ссылками, причем на немецкие законы. Вот, и если с конкретным чиновником разговор не складывается, и от вас хотят какую-то дичь, ну, просто немножко погуглить, поспрашивать, и можно просто прям ткнуть его носом в конкретные законы, и обычно они признают свои ошибки. Если уж, конечно, совсем какой-то там упрямый попался, ну, можно выйти на начальника. Но, в общем и целом, бюрократия здесь, вот как уже говорили, она такая с человеческим лицом. В основном все лапочки. Я вот слышал как раз-таки противоположное мнение, оно такое из двух пунктов состоит, что пункт первый, никогда нельзя подать документы с первого раза, потому что тебе обязательно найдут, что ты вот, да, там не принес какую-то бумажечку и еще чего-то там. И пункт второй, что никогда, ни при каких условиях нельзя выкидывать вообще никакие бумаги. Вот любое там малейшее заявление, согласие, разрешение, еще чего-то, вот тебе это когда-то дали, вот и храни это до самой своей смерти, а лучше еще пусть внуки твои продолжат хранить, потому что никто не знает, когда это всплывет, там для подачи каких документов на какую-то еще одну форму. Но от чиновников ты документов особо много никаких не получишь, в основном ты их будешь туда носить. Но нужно очень следить за тем, что ты заполняешь и как заполняешь, потому что, действительно, если ты в одном заявлении написал одну информацию, а потом через два года подаешься там на продление вида на жительство и уже пишешь что-то другое, то, конечно, могут все это поднять, обязательно все это увидят, потому что все бумажки, все-все хранятся, и, да, здесь папочка для документов, она растет очень серьезно и быстрыми темпами, потому что все договора, все контракты, все-все-все нужно хранить. Окей, с этим разобрались. Да, то есть тут бюрократы, они прям бюрократы, да. Ну это знаменитая немецкая бюрократия, про нее-то шуток много. Слушай, а что там вот с такими классическими ловушками для только что приехавших, когда вот, например, ты приехал, тебе надо оформить, значит, местный страховой номер, а для этого тебе надо прописаться, а чтобы прописаться, тебе нужно заключить договор, а чтобы заключить договор, тебе нужна местная симка, для местной симки тебе нужен страховой номер, круг замкнулся, иди, помирай в парке. Да, ну тут смотри, когда приезжаешь, самая главная бумажка для любого вообще человека, приезжающего, и даже для того, который просто тут живет, это так называемый анмельдинг, то есть это прописка по месту жительства. И очень важно, что я, например, приезжал, я приезжал один, то есть семью перевозил через полгода, и очень важно снимать первое жилье так, чтобы тебе как раз-таки дали возможность прописаться в этом жилье, чтобы у тебя был почтовый ящик, на который тебе будет приходить почта, в том числе все письма от налоговых, от социальных служб, тебе выдадут социальный номер, страховой и так далее. То есть это самая главная бумажка, которую нужно получить, то есть это вот прописаться по месту жительства. Делается это в первые две недели. Вот, в принципе, сейчас заявление даже можно, по-моему, онлайн подавать. Во многих, наверное, землях тут корона в этом плане диджитализированного прибавила, и чиновники со скрипом начали переходить на онлайновые какие-то там вещи, да, там, по крайней мере, начали читать имейлы, вот, и можно все это написать там через сайт. Ну, вебас этой бумажкой уже все остальное не составляет никаких проблем вообще. А вот, кстати, про почту. Мне тут рассказали страшную вещь, что, значит, для того, чтобы тебе начала приходить почта, в Германии не работает вот система, как в России, когда там индекс, там, не знаю, город, улица, дом, значит, квартира. У тебя на входе в дом, на двери, вот, висят таблички с фамилиями. Именно так. И ты должен повесить, что там, Гер такой-то, значит, здесь живет, но ты не можешь прийти и вот подпихнуть свою бумажку. Тебе надо заплатить специально обученному человеку, там, какие-то неадекватные деньги, там, 20 евро, чтобы он вот особо правильным образом, особо правильную бумажку запихнул. Нет, такого я не слышал. И сам на всех двух почтовых ящиках своих я бумажки лепил сам. Первый раз сам налепил свою фамилию города, и второй раз, вот, когда сюда уже квартиру переехал большую, которую снял, точно так же сам налепил свою фамилию на почтовом ящике. Но без бумажки ты какашка, бумажка нужна реально. Да, ну, фамилия на почтовом ящике – это вещь, которую нужно просто прилепить в первый же день, как только ты въехал в квартиру, потому что на второй день тебе уже может какая-нибудь корреспонденция запросто прилететь после того, как ты зарегистрировался в квартире, вот, жди. По крайней мере, налог на радио тебе придет прям дня, наверное, через три после того, как ты зарегистрируешься. Это, наверное, самое первое письмо. Как же там паранойки-то живут, если они прям на улице вешают, вот, я живу здесь? Я не знаю, потому что здесь со всех сторон огорожено датаншутсом, то есть, вот, защита от персональных данных, да, они все тут об этом очень пекутся, и там без подписи, без бумажки там ни фотографию сделать, там ни какие-нибудь данные передать, ничего. Там пять бумажек подпиши, что там согласен передать свои там персональные данные. Но фамилии всех людей висят на подъездах, пожалуйста. И в мэрии можно запросто взять книжку, адресную книгу, да, в которой будут перечислены все жители города старше 18 лет и с адресами в том числе. У меня супруга не так давно заходила в мэрию, такая ради прикола взяла книжку. Но я всех своих коллег там нашел по адресам, пожалуйста, по хихикалу. Блин, вот, слушай, бедные мамкины хакеры и анонимусы, вот прям реально, мне их жалко. Не, ну если им меньше 18, то, в принципе, их не запалят. А давай тогда продолжим тему квартиры, потому что в Германии аренда квартир, особенно когда ты приезжаешь, это особенно фееричный процесс, да, что тебе сначала надо снять временное жилье, потом, значит, постоянное. И у всех это офигенные истории, как они там по полгода, значит, ищут квартиры. У тебя что-то такое было? Есть чем поделиться? Слушай, мне, наверное, очень повезло, потому что, когда я квартиру вот эту вот большую на съем искал для всей семьи, как раз-таки была корона. Ни туристов, никаких особо движений не было, там приезжих тоже не пускали, вот, и между городами особо народ не ездил, потому что я так понимаю, что все сидели там в локдаунах, вот, работу никто не менял, и все было тихо, спокойно. И поэтому я посмотрел две квартиры, и с обоих квартир мне сказали, да, мы можем вам ее сдать. И я вот выбрал ту, в которой я сейчас живу. Вот, но я так подозреваю, что мне очень повезло, потому что я вот общался там со знакомыми, со всеми остальными, когда рассказывал эту историю, они говорили, блин, тебе очень повезло, потому что даже там полгода, год назад здесь, чтобы снять там в Гринштаде квартиру, здесь там очереди, их 33 велюшки, и тоже пойди ее еще добейся с ними. То есть даже несмотря на то, что это вот город всего в 130 тысяч человек, хотя я не знаю, может ли Германия это не всего, а это прямо нормально такой город? Это нормальный город, да, в общем и целом. Ну, то есть там тоже можно, получается, по рассказам твоих друзей было напороться на вот эти страшные истории, когда там 30 человек приходят на просмотр квартиры, и потом... Ну, может, не 30, конечно, да, но человек там 10-15 в очереди там будет стоять. Но ты тоже, наверное, снимал вот в первую очередь, то есть сначала снимают временную квартиру, в которой там обставлено, она как бы стоит дорого, там оформляют все документы, и потом уже снимают постоянную. Я, опять же, мне очень повезло, потому что я, находясь в России, снял на полгода, короче, как сказать, студию в общежитии, да, в студенческом. То есть я списался со студентом, который уезжал на полгода на практику, там, в другую страну, вот, как раз там с февраля и на полгода. И он мне удаленный, я ему там перевел деньги, он мне снял на WhatsApp видео, как квартира, эта там комната, вернее, выглядит, и я удаленно ее снял, приехал, ключик забрал там под половиком, вот, и полгода прожил вот в студенческой общаде, можно сказать. Ну, а слушай, раз ты один ехал, то, конечно, что бы и не прожить. Ну, да, 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 вот там студия небольшая была, там метров, наверное, 18-20. Вот, в принципе, первые полгода пожил, потом, где-то, наверное, спустя месяца три, где-то в апреле, да, в апреле я снял уже с июля. Я снял большую квартиру, но вот в июле семью привез. Угу, отлично. Так, а расскажи, пожалуйста, такую историю, нет, с другой стороны, значит, зайдем, очень жесткое законодательство по поводу аренды квартир, что прописывается каждый чих, там чуть ли не каждый забитый гость в тену, значит, надо согласовывать, цены нельзя повышать, потому что просто так, выселять тебя не могут, и вообще, как бы, ну, тотальная регуляция процесса. Да, договор на аренду довольно большой, так что каждый гость согласовывать нет, не надо, сверли не хочу, дырки тут и прочее, но будь добр, квартиру винуть в том же состоянии, в котором она была, то есть если вот я въехал, у меня здесь ни одной дырки не было, висели лампочки, как бы ни штор, ни карнизов, ничего, все замазано, да, вот, и белые стены, вот, в таком же состоянии я эту квартиру должен и вернуть, собственно говоря, вот, более того, по договору, раз, по-моему, три года я должен красить стены обратно в белый цвет, ну, то есть, как бы, обновлять квартиру, чтобы она там мухом не заросла, да, вот, и раз в сколько-то лет, если там по требованию, нужно там полы менять, но, мне кажется, это все обсуждается. Слушай, а обойки клеить вообще не принято, то есть, там все стены красят? Ну, когда крашеные стены, на них клеить обои, мне кажется, не очень хорошо, потому что потом эти обои все равно нужно будет сдирать, я с обоями квартир в аренду не видел вообще, вот, сколько я смотрел, искал, и когда, в том числе, я к подкасту готовился, тоже там еще полазил по сайту создачи квартир, ну, нет, обои не клеят, все стены крашены в белый цвет, то есть, приезжаешь, приезжаешь, да, можно перекрасить стену в любой, но будь добр вернуть, как было, когда ты заезжаешь в квартиры. Ну, понятно, но, как ты говоришь, хотя бы на полу что-то есть, то есть, это не бетонный пол будет? Нет, обычно все хорошо, причем здесь очень много квартир сдается не частниками, а фирмами, которые, вот, фирма большая владеет там квартирами, куча квартир и сдает, да, вот эти квартиры, как инвестиции, можно сказать, и обычно фирмы вот там очень следят за состоянием квартир, которые они сдают, то есть, выезжаешь, реально там все очень неплохо будет, вот, опять же, надо смотреть. Я убрал, снимал квартиру участника, но, как бы, вариантов не очень много было на тот момент, и, как бы, состояние, ну, спустя, там, год мы такие уже за женой смотрим, да, вот это вот мне очень нравится, и год был бы, конечно, получше бы можно было бы сделать, как бы, ремонтик так себе, но живем-живым. А вы переезжали между квартирами какими-то? Нет, я вот эту квартиру большую как снял, так мы в ней живем, собственно говоря, уже два года. Слушай, если не военная тайна, сколько площадь, сколько платишь? Площадь 82 квадрата, это четырехкомнатная квартира, плачу я 1100 вместе с коммуналкой, плюс электричество. Ну, сейчас, наверное, за отопление, наверное, пересчитаю, там, придется, наверное, сколько-то доплатить, его, может быть, в следующем году. Ну, электричество, вот, у меня сейчас по договору где-то там 80 евро в месяц я плачу. Ну, грубо говоря, 1200 в месяц. Вот как раз-таки по поводу стоимости квартир в аренду, не знаю, как, значит, в вашем городе, но из Берлина народ докладывает, что после наплыва сначала сирийских беженцев, потом украинских, и все это еще помноженное на ковид, за последние два года цены выросли просто дико. То есть то, что раньше сдавалось там за 800, за 900 евро, сейчас хорошо, если ты сможешь за 2000 снять. Вот ты что-то можешь на эту тему рассказать, там, может, как у вас в городе цены подросли? Могу рассказать, цены растут, и в крупных городах, ну, особенно там Берлин или Мюнхен, цены выросли просто вообще невероятно. И я в том числе и от немцев слышу, и от тех там знакомых, которые живут, все, конечно, в шоке, потому что если, ну, как ты правильно сказал, несколько лет назад в Берлине можно было там снять, безусловно, тысячу евро, вот, или там, не знаю, там за 800. А сейчас, конечно, я, кажется, человеком списывался, спрашивал, говорю, что действительно все так плохо? Он говорит, ну да, потому что в Берлине там сейчас цены на трешку, например, да, там метров 60, где-то 1200, там полторы, две, там, ну, то есть цены в космос улетают вообще, в Мюнхен точно так же, то есть там какие-то цены на недвижимость вообще запредельные, вот, если вот новую какую-то квартиру снимать, и, конечно, они подросли. Но тут я могу сказать то, что не надо стремиться в такие вот крупные города, и работают полным-полно в городах поменьше, то есть можно запросто смотреть там на какие-то города от 100 тысяч населения, да даже если там 80 взять, это будет вполне себе приятным городом для жизни, и там недвижимость будет дешевле, и проще, может быть, будет найти, вот, до работы, опять же, недалеко, скорее всего, если в том же городе найти. Так что не надо приметать на большие города. А давай тогда как раз чуть-чуть разовьем вот эту тему небольших немецких городов, да, потому что нам после российских масштабов, да, то есть город 100 тысяч, это как бы деревня, где, там, я не знаю, один кинотеатр, полтора магазина, делать там нечего, кроме как спиваться, а ты говоришь, что, значит, небольшой город ничем не хуже столицы. Ну, не сказать, что, конечно, не прям столицы, но вот если брать, например, Ингольштад с населением, там, 30-40 тысяч примерно, да, здесь есть вообще практически все, что нужно, тут несколько бассейнов, например, да, общественных, здесь вот сейчас отремонтируют, наконец, аквапарк, есть, да, здесь куча, там, полей для футбола, причем и открытых, просто можно, там, с коллегами, с друзьями прийти, поиграть, да, везде велодорожки, то есть я, например, на работу сейчас езжу на велосипеде, совершенно спокойно, вот, там, 20 минут, да, я на работу приехал, вот, очень комфортно и никаких проблем не испытываем совершенно, здесь куча парков, да, какие-то постоянные мероприятия, тут вот особенно интересный такой момент, что мы, когда приехали, все-таки, ну, ковидные ограничения, вот, на, там, каких-то общественных мероприятий, там, и прочее, и мы приехали, ну, как бы для нас ничего не поменялось, видимо, что в России жили, какие ограничения, там, магазин, вроде, открыт, все хорошо, а когда, вот, этим летом все ограничения сняли, мы, наконец, спустя два года увидели, как выглядит вообще Европа без ковидных ограничений, потому что тут каждую неделю какая-то движуха тут, то какой-то фестиваль проводится, то какая-то, не знаю, там, концерт, там, опен-эйры какие-то, то виды музыканты выступают, еще что-то, какой-то день города, и просто даже в выходной такой выходишь, о, что-то творится, где-то, где-то что-то происходит, надо было, наверное, в газете почитать, а то, что-то мы все пропустили, и вот этих мероприятий очень много, то есть город даже, там, в сто тысяч, это не повод, там, говорить, что там деревня, нет, вполне себе комфортно жить, особенно с семьей. Конечно, вот у меня коллега, например, есть, он сам из Берлина, вот, и он говорит, мне вот прям в берлинской жизни движущей не хватает, там, говорит, там выходишь, и в любой день, в любой, в любом месте там что-то происходит, какой-то движух, типа, Глюштадт скучный город, а мне, как семейному человеку, очень комфортно и хорошо. Мне хватает с этих мероприятий. Смотри, отлично подвел как раз-таки семейно-детских историй, да, потому что переезжать одному, это одно, переезжать в семью с детьми, это совершенно другое. И раз уж мы вот начали про небольшие города, вот, привез ты ребенка, и опять же, мы как, как мы вот привыкли, небольшой город, это, я не знаю, там, сельская школа с отвратительным образованием, вместо, значит, там, не знаю, больниц, поликлиник, там, какой-нибудь фельдшер, еще как бы что-то, да, то есть уровень качества услуг, он довольно фиговый, по сравнению, опять же, с теми же столицами. Вот ты как, человек семейный, с детьми, расскажи. У меня двое детей, на момент переезда сыном было 7 лет, дочери 14, вот, и получилось так, что сын у меня в России закончил ходить в садик, вот, и приехал сюда, он немец не гонал совершенно, а здесь ему уже нужно идти в первый класс. И получилось так, что мы пришли в конце августа записывать его в школу, вот, и в канцелярии, там, подходит директор Икс, такой, ой, здравствуй, там, а как тебя зовут? А мы такие, извините, он по-немецки, как бы, вообще не говорит. А я такая несколько опешила. Ну, ладно, ничего страшного, типа, сейчас что-нибудь придумаю. Подожди, я же знаю страшное слово интеграционный класс. Куда вот? Ну, а, понимаешь, дело в том, что это первый класс, и интеграционный, то есть, ему по возрасту надо было идти в первый класс, а нулевого класса никакого нет, интеграционного класса конкретно вот в начальной школе, да, здесь, ну, нету, потому что там, по сути, из всего класса по немецки не говорил, по-моему, вот он, и очень слабо говорил, там, еще человека два, там, пару слов там связать могли. Вот, то есть, никаких отдельных классов для детей, по-крайней мере, для младших не делают. Вот, единственное, что если приезжает, допустим, там, вторая класска, там, третий класска, обычно поступают на год младший. То есть, допустим, если ребенок закончил, там, третий класс в российской школе, переехал в Германию, его снова просто, он дадут в третий класс, то есть, один год он потеряет. А вот можно я тут вклинюсь? Во-первых, предлагаю пояснить все-таки, что такое интеграционный класс, для тех, кто не знает, возможно, ты меня поправишь, да, то есть, как я понял, это какая история? Детей, которые не говорят на немецком, минимум на полгода отправляют в интеграционный класс, который как выглядит? Первую половину дня ребенок учится, скажем так, на общих основаниях, вторая половина дня фактически посвящена изучению немецкого. Наверное, да, потому что у меня так получилось, что мои дети с таким классом, с интеграционным не столкнулись, потому что когда приехала дочь, ей было 14 лет, и мы решили, что она придет в гимназию. Созвонился я с гимназией, и мне предложили такой вариант. Так как, говорит, она язык не очень знает, а в гимназии все-таки язык важно знать, потому что программа довольно усиленная, да, просто так, если в школу попроще, там, реально, что, например, можно было бы действительно пойти, там, год еще отучиться, то в гимназии предложили такой вариант, он есть только в Баварии, называется InGym, это такая программа для как раз детей, которые приезжают, для детей иностранцев, полгода ребенка пичкают просто немецким 20 часов немецкого в неделю у них получается, и плюс 20 часов остальных уроков. Вот, за полгода поднимают им уровень до, там, Б1-Б2, и потом они совершенно спокойно идут в гимназию. Вот у меня дождь через такое прошла, и, как бы, после этого совершенно спокойно поступила в гимназию и учится там. Слушай, как у нее отзывы о таком марш-броске на немецкий? Ну, было, конечно, тяжко, но овчинка стоила выделиться, вот, потому что год она не потеряла, она закончила седьмой класс в России, сюда приехала восьмой, полгода она вот отучилась на курс, причем она ездила в соседний Аугсбург каждый день, вот, потому что в Ингольштаде, в ингольштадских гимназиях такой программы нет, она есть в соседних как раз в Мюнхене, в Аугсбурге, в Регенсбурге, в Нюрнберге не уверен, вот, но все в том, что нам сказали, вот, придется поездить в соседний город, но окей, сжали кулаки, полгода получилось, и в итоге год не потеряла. Ну, то есть, а сейчас, наверное, еще в два раза быстрее вас с супругой шпреха, и ты вообще стесняется, когда вы рот при немцах открываете? Именно так, да, потому что спустя два года в немецкой школе дочь совершенно спокойно говорит по-немецки, у нее вообще никаких проблем нет, ей сейчас 16, и когда она разговаривает там с подружками, которые там не приходило в гости, они, значит, болтают, а мы такие с женой стоим, такие, черт, о чем же они говорят, да, как бы нам их понять. А вы задумывались о том, что вот там надо в ней сохранить русский язык, чтобы она его не забыла, вы там что-то делаете для этого? Да, потому что, ну, как бы мы в семье говорим на русском, вот, смысла переходить на другой язык совершенно никакого нет, и об этом все специалисты говорят, то есть в семье всегда говорится на родном языке, дочери, сейчас она, там, раз в неделю у нас с аппетитером по-русскому занимается, чтобы, ну, просто уметь грамотно писать, ну, читать, понятно, умеет, говорит, она никуда уже не денется, все хорошо, а вот именно грамматика и письмо, да, занимается. Слушай, прикольно, вот это интересно, такого не слышал. Еще хотел уточнить, вот ты говоришь, значит, она полгода ездила в другой город, вот, знаешь, фраза «Ездить в другой город учиться» у меня сразу вызывает эти вот ассоциации, когда 10 километров по лесу пешком через сугробы, потом еще на каком-нибудь поезде не отапливаем 3 часа в одну сторону, или вот в пределах Германии это все не так страшно. Дорога в Аугсбург занимала ее на электричке час в одну сторону, час в другую, и от вокзала она, по-моему, в гимназии там шла пешочка к минут 15, то есть каждый день, в принципе, не вот, ну, сколько там, ну, 3 часа у нее на дорогу ходила, потому что электрички ходят каждый час, они небольшие, то есть маленький паровозик там из двух вагончиков, но каждый час он ходит между Горштадом и Аугсбургом, например. Транспортное сообщение здесь железнодорожное, я бы сказал, хорошее, вопрос только в том, что они опаздывают часто, да, или там их отменяют, вот, ну, в общем и целом на поездах ездить можно. Я вот каждый день ездил, единственный раз история была, она забыла телефон дома, и именно в этот день сломался поезд, и она где-то там застряла, их, короче, там пересадили на автобус, везли до другой станции, потом посадили на поезд, довезли дальше до Аугсбурга, вот, конечно, в школу она опоздала, вот, и как бы приехала гораздо позже, а мы тут все нервничали, потому что жене просто, она позвонила, дочь позвонила жене, сказала, ой, мам, тут у нас поезд, там, она просто спросила у прохожего телефон, потому что забыла дома, позвонила жене, говорит, поезд сломался, нас тут сейчас будут как-то везти куда-то, ну, я тебе потом позвоню, и положил трубку. Ну, все, все сказала, что там? Да, и мы такие, что, где, как, куда, и там спустя час уже она там на связь не выходит, мы тут уже все на нервах, я уже готов просто на машине ехать там, на эту станцию, искать дочь, и вот практически в тот момент, когда я уже все бросил, там, с работы уже пошел ехать искать дочь, она позвонила, сказала, все, я доехал до школы, все хорошо, короче, нас тут на перекладных довезли, но понервничали, конечно. Ну, слушай, а так вообще получается 14-летнего ребенка вот так отпускать, ездить там в другой город по три часа, это как бы нормич там считается, и не надо ему как вот героический родитель каждый день везти вот на машине до школы? Нет, у меня супруга только вот утром, потому что поезд был в 6.05, по-моему, она утром ее только доводила до, ну, доводила до вокзала, здесь у нас недалеко, в принципе, идти, вот, а дальше она справлялась сама, и более того, с ней ездили еще и там две девчонки, там, младше, даже в 13 лет. Но, слушай, возвращаясь немножко как раз к моему вопросу, то есть получается все-таки вот в таких небольших городах, вот на этом примере делаем вывод, что определенные проблемы с образованиями могут быть, и особенно если вы хотите отдавать ребенка там вот не просто в школу, а куда-то выше дальше. Проблема здесь была только в том, что мы приезжие, да, сейчас она учится в гимназии, проблем у нее никаких нет, и, в принципе, ну, по программе я бы, наверное, сказал, вот, она меня спрашивает, надо там, помоги, там, с диаметрией, там, с математикой, с химией что-нибудь, я просто понимаю, что это, ну, программа обычной, хорошей российской школы, а здесь это гимназия, это вот уже такой уровень повыше. Кстати, знаешь, я слышал такое мнение, что вот ты говоришь, что, типа, она там, не она пошла в гимназию, а вот что когда приезжает ребенок, его там оставляют на, ну, в том же классе, но еще один год. Да. Но я от нескольких людей просто слышал, что немецкое образование, оно такое, ну, более духовное, что ли, скажем, там все вот про саморазвитие, еще прочую, там, светотень такую, то есть, когда приезжает, там, не знаю, условный наш второклассник, который в уме уже считает интегралы и катангенсы, да, а его привозят вот в местный аналог второго класса, и там еще как бы только вот циферки учат. И было вот несколько случаев, вот от людей, которых я спрашивал, когда ребенка там чуть ли не на два класса вперед пытались отправить, потому что мы говорили, ну, блин, тебе тут вообще делать нечего. Ну, может быть такое, что его сначала запихнут в класс годом младше, допустим, да, он выучит язык, и его потом переведут на год старше. То есть тут по классам как раз приезжих могут очень серьезно смотреть, то есть на успеваемость, на знания и как бы подгонять под это дело вот уже класс. Вот, ну, главная проблема у детей, это, конечно, язык. То есть как только ребенок выучил язык на нормальном уровне, там уже можно смотреть на его успеваемость и так далее. Потому что у меня вот, например, дочери по окончании этих полугодовых курсов, ее вообще предложили идти в девятый, то есть она хотя бы в восьмом. Вот, ей предложили типа по программе там, по обучаемости и прочее, она вполне может типа и на девятый класс претендовать. Ну, мы поговорили, сказали, типа, не торопись, посиди уж иди, как вот учишься в восьмом, так иди в восьмом, не надо тут прыгать. Лучше получай оценки. Да, лучше получай оценки, вот, не надо прыгать. Слушай, а вот еще как раз про немецкое образование. Тут мне тоже рассказал один товарищ интересную такую штуку, что у немцев нету погони за высшим образованием. Что там абсолютно нормально считается отходить в школу, потом идешь там, то, что у нас называется училище ПТУ, академия, получаешь рабочую специальность, все, ты красавец, какой нафиг универ, какие там студенты, профессора, доктора, нафиг это кому надо, иди там работу, работай. Вот, так и есть. Это я прямо подтверждаю руками и ногами, вот, потому что университетское образование, оно часто такое, что ты если там идешь куда-то там, действительно, в разработку там, что-то изобретать, там, какие-то инновации и так далее. Если тебе нравятся, например, там, железные дороги, ты хочешь быть машинистом, зачем тебе высшее образование, да? Если ты бухгалтер, там, к примеру, да? Опять же, зачем тебе высшее образование? Ты там три года отучился в условном колледже, да, получил эту рабочую специальность, тебе не нужно там писать мастерские какие-то там работы, там, исследовать там, что-то придумывать, да? Ты работу работаешь, получаешь, в принципе, вполне неплохо выбор по этому, да. Действительно, высшее образование. Если, конечно, хочешь быть там инженером, да, пожалуйста, вперед из песней, вот. Но у нас, например, сейчас ребята пришли, они отучились в гимназии, потом три года проходили, ну, а-ля колледж, да, на базе вот Ауди три года они отучили образование и пришли вот в отдел, да, дальше как-то работать. Контракт там года полтора. И без высшего образования можно. Не, выше, конечно, там, да, если уже хочется там и зарплату повыше, и там инженером быть и так далее, ну, я говорю конкретно, допустим, про там концерн, к примеру, да, там, да, образование нужно получать, но можно получать потом, то есть даже спустя, там, 5-7 лет от работ был, потом пошел в универ учиться. Вообще проблема. Ну, я, кстати, слышал еще такую точку зрения, что почему, в принципе, люди не стремятся за образованием, что по Германии можно сказать, что все получают плюс-минус одинаковую зарплату, которая коррелируется за счет, там, налогов. Мы про налоги еще тоже поговорим, но что, типа, если ты, там, какой-нибудь дофига сеньор-программист, получаешь много денег, платишь много налогов, и в итоге у тебя чистых денег получится, там, грубо говоря, как у чувака, который, не знаю, вот, работает на какой-нибудь рабочей специальности, на заводе гайки крутит, потому что у него зарплата поменьше, ну и налоги поменьше. Празднице, конечно, у них будет в зарплате, но не такая колоссальная. То есть, например, так как в России, там, грубо говоря, Джун какой-нибудь пришел, там, не знаю, на зарплату там, в 40 тысяч, да, а через три года он, там, какой-нибудь сеньора, зарплаты их 300. Нет, такого здесь, конечно же, не будет, и зарплата здесь, разница, там, даже в три раза, это, ну, практически, что-то такое взяда вам выходящее. Ну и давай тогда, чтобы немножко закрыть тему семейности, мы совсем забыли обсудить, как ты перевозил жену, детей, что там за визы им дают, как их дают, на каких условиях. Визы детям и жене дают по высоединению семьи. Вот, подавались мы одновременно на эти визы, но там из-за короны и прочей-прочей всех этих приключений. Вот, жена у меня визу получила только в июне. Вот, ну, как бы мы рассчитывали, что она их визу получит где-то там в марте, в апреле, может быть, тут ударил ковид, когда он все закрылась, получила она ее только в конце июня, вот, и как только она ее получила, я тут собрал волю в кулак, нашел последний там какие-то билеты и через Минск летел в Россию за семьей. Соответственно, в России мы все загрузили в машину и на машине поехали в Германию. Визы по высоединению семьи привязаны, по сути, к моей визе, то есть пока я здесь работаю, пока у меня есть вид на жительство, они тоже могут здесь жить, учиться там и так далее. Вот, супруги, ну, как есть такое понятие, жена блю карточника, то есть у моей жены, у нее даже больше прав, скажем так, чем у меня было первое время, потому что я должен работать там по специальности, у меня есть ограничения там по зарплате и так далее, и чтобы сменить работу, мне нужно уведомлять о детстве по труду, вот, а у супруги таких ограничений не было, и в принципе, она могла работать с первого же дня кем угодно, как угодно, но она пошла на интеграционный курс, вот сейчас немецкий выучила, сейчас будет его по работе искать. А что за курсы, расскажи, пожалуйста. Интеграционные курсы, то есть всем женам блю карточников предлагают пройти интеграционные курсы, то есть выучить немецкий до уровня B1, сдать соответствующий экзамен, и потом можно искать работу, пожалуйста, то есть это все оплачивается. То есть это государство, да? Ну, там ты платишь, как, сначала ты платишь 50% от стоимости этих курсов, там, по-моему, 200 евро в месяц, и курсы там идут, условно, год, да, с сентября, там где-то, по-моему, ну, где-то, да, там, в зависимости от того, с какого уровня начинаешь, там, если с нуля, то там где-то год он идет, по-моему, если там чуть уровень какой-то есть, меньше, вот, но все в том, что стоит где-то 200 евро в месяц, вот, но по окончанию этих курсов, когда вот B1, если издаешь, то тебе 50% потом возвращают обратно от этих денег. Что, типа, доказал, что ты не просто так их тратил? Да, да, действительно, вот, то есть если ты доказал, что ты, вот, у тебя государство не просто так, значит, 50% тебе оплачивало, то еще сверху 50% от того, что ты заплатил, еще обратно получил, то есть в итоге это отходится в четверть. Слушай, а почему ты сказал, что поначалу у жены было больше прав, чем у тебя, потом что-то изменилось? А потому что спустя два года не нужно уведомлять агентство по труду о том, что ты хочешь поменять работодателя, вот, но ограничение по зарплате остается, вот, а сейчас я вот подался уже на постоянный вид на жительство, ПМЖ, так называемый, вот, и как только я его получаю, я уже вообще как бы не привязан ни к чему, могу хоть там дворником пойти работать. А то есть немецкий ПМЖ это два года, не классический пять лет, европейский, я имею ввиду, классический? Если у тебя голубая карта, если ты сдаешь немецкий на Б1, то можно подаваться через 21 месяц. 21 месяц, нифига себе. Слушай, а на гражданство потом, не знаешь? На гражданство еще пять лет. А, вот, пять лет все-таки здесь всплывают, но на гражданство одно бог с ним. Вот тут, кстати, такой вариант, не буду, боюсь оказаться неправым, но, по-моему, даже эти пять лет можно скостить еще на год, если сдаешь экзамен, там, жизнь, там, лебенную дочь, то есть интеграционный такой экзамен, если немецкий сдаешь на Б2. Но тут я не уверен, поэтому боюсь ошибиться. Ну, через семь лет точно можно гражданство получать вообще без проблем. Слушай, а как ты вообще оцениваешь, вот, Б2 можно, как, без курсов, а просто проживая, вот, там, я не знаю, пять лет в Германии, общаясь с местными, немецкий до Б2 дотянуть? Ну, слушай, вот, я все эти, ну, я три года занимался с российским преподавателем, по тестам у меня сейчас Б2 есть, но для работы мне этого совершенно не хватает. То есть, если английский у меня даже, наверное, у меня большой словарный запас, но говорю я, как бы, может быть, не очень хорошо там, да, там, условно говоря, там где-то среди между Б1 и Б2, вот, но у меня английского боя очень хватает. Немецкий у меня Б2, и мне его не хватает совершенно. То есть, даже там на митингах на каких-то я порой просто теряюсь о том, что говорят коллеги, вот, и начинаю понимать, там, процентов 30-40, может быть, и то есть нить теряется. И Б2 немецкий вообще не, это очень мало. Так, слушай, это потому, что у них баварский акцент, а ты учил, вот, общий немецкий? Или это просто, вот, просто такой сложный язык, что вы будете страдать? Ну, для меня это вот просто такой сложный язык, что я вот страдаю, да. Ага, окей, понял. Ну, и произношение тоже, да, накладывает, конечно, как я уже говорил. Слушай, ну, кстати, филологи-то говорят, что русский и немецкий очень близки по произношениям, и у нас и слов много заимствовано оттуда, и тоже есть твердые звуки, как у них, поэтому, типа, русский и немецкий хорошо учат. Хорошо, но тут дело такое, что есть приставки, да, так как и в русском, и эти приставки, они мало того, что очень серьезно меняют смысл вообще слова, вот, и плюс они еще по грамматике, они выезжают в конец предложения часто, вот, и то есть для того, чтобы понять, что тебе хотят сказать, нужно дослушать до конца, там, или, там, дочитать предложение до конца, но там предложение может быть, там, две строчки длинной, вот, а только дослушав до конца, ты поймешь, что же тебе хотели сказать. Ну, по смыслу ты, конечно, уже с самого начала примерно начнешь понимать, вот, но надо до конца туда слушать. Так подожди, там же есть отрицание, когда ты вот все это слушаешь, слушаешь, и... И это тоже в конце, да. И оно ставится в самом конце, это же просто бинго, вот, когда ты уже в голове себе все выстроил, и в конце нет. Да, и в конце нет, вот, и поэтому, конечно, немецкий это прям боль. Окей, давай тогда, значит, к очень больной теме, но обязательной для всех налоги. Немецкие налоги, очень хитрая система налоговая, насколько я знаю. Давай тут ты сам расскажешь, а я потом вопросики позадаю. Про налоги. Это, конечно, интересно, потому что налоговая система следующая. Здесь есть пять классов, шесть классов налогов, но всем понаехавшим, по сути, нас будут интересовать три. Это первый, третий и пятый. Первый класс налоговый, туда относятся холостые, незамужние, неженатые, вот, без детей и прочее, и они платят, конечно, максимальное количество налогов. И когда вот я приехал, первые полгода, пока я семью не привез, я как раз находился на первом налоговом классе, и снимали с меня прям так порядочно. После того, как приехала семья, мы пошли в налоговую, и я сказал, что вот у меня есть семья, пожалуйста, вот жена, переведите меня, пожалуйста, на третий налоговый класс. Меня перевели на третий, и налоговую стали снимать немножечко так поменьше. Слушай, а третий класс, это вот где типа, что я глава семьи, если у меня ежедневенция, никто не работает, там вот как же это так работает, да? Вот, а там дело в чем, смотри, у каждого работающего, вот, например, на первом налоговом классе, да, есть необлагаемый налоговый минимум, то есть там, кроме 9 тысяч евро в год. То есть с этих денег налог ты не платишь. Это вот на первом налоговом классе. Когда ты переходишь на третий, то, по сути, вот эта вот налогонеблагаемая часть твоего супруга, который не работает, да, она идет в твою зарплату. То есть у меня налогонеблагаемая часть сейчас там 18 тысяч евро в год, вот, потому что жена у меня не работает. То есть я как бы ее вот эту вот налоговую, свободную налоговую часть приплюсовал в свою зарплату, в свою, к своим налогам. Логика ясна? Ну, нет, я, да, я примерно это понимаю. Я просто, знаешь, уже сразу как бы дальше мыслю, что получается, когда у тебя жена идет работать, у вас вот возникает уже другая вот эта база, и вам опять надо идти выбирать новые вот эти налоговые классы. Тут следующее. Жена у меня сейчас на пятом налоговом классе, в котором, так как она мне вот эту вот часть налоговую необлагаемую отдала, можно сказать, то на пятом налоговом классе работник платит налоги со всей своей зарплаты. И вот эта вот схема 3-5, она выгодна тем супругам, когда один зарабатывает гораздо больше другого. Вот, если, например, у нас зарплаты примерно там сравняются, мы можем вдвоем взять 4-й налоговый класс. Это, по сути, такой же первый, но для супругов. То есть у нас у каждого будет по 9 тысяч евро в год необлагаемых налогов. Вот, со всего остального выше мы будем платить налоги. Причем, насколько я понял, все вот эти вот налоговые классы, всю эту чехарду ты сам для себя должен сесть и считать. То есть, типа, нельзя прийти в налоговую и сказать, тетечка, подскажи, как будет дешевле? Более ты тоже приходить не надо. В конце года надо подавать налоговую декларацию. Это делать необязательно, но крайне рекомендуется, потому что можно очень много списать с налогов. Так вот, когда ты подаешь налоговую декларацию и отправляешь, соответственно, от себя и от жены, потому что вы супруги, даже если они работают, то все равно она в твоей налоговой декларации упоминается. И как только налоговая декларация уходит в налоговую, они смотрят по твоим налогам, по доходам, и автоматически тебе присваивают более выгодный налоговый класс, то есть тот, который тебе будет наиболее выгоден. А, то есть все-таки подумают за тебя, да? Да, они за тебя думают, и причем в твою сторону. Потому что, например, тут еще такая система интересная есть. Налоговый год считается от января до декабря. Если, к примеру, ты приехал в Германию в сентябре, к примеру, и получил зарплату за 4 месяца, к примеру, то сентябрь, октябрь, наябрь, декабрь, то получается ты за год заработал, условно говоря, 20 тысяч евро. И сначала ты платишь, как будто бы у тебя налоговую базу считают со всего твоего оффера, да? То есть как будто ты весь год работал на, там, условно, там, не знаю, там, 70 тысяч, 60 тысяч евро, к примеру, да? Вот. А потом получается так, что ты за год заработал не 60, а всего 20, да? А налогов ты заплатил как будто с 60. И тебе в конечном итоге вот эту вот разницу в конце года вернут. И там почти за эти 4 месяца там почти налогов не заплатишь. Вот как-то так получается. Просто знаешь, как мне рассказывали, что есть отдельные люди, налоговые консультанты, или как-то так они называются, это, которые за какие-то там тысячи, значит, евро вот как раз тебе выстраивают всю эту систему, выбирают налоговый класс. Но стоит это дорого еще потому, что они, типа, несут ответственность какую-то там, что если они тебе что-то не то насоветуют. Нет, не так. Налоговые классы тебе никто, скажем так, не насоветует, потому что тебе потом налоговая сама определит, куда тебе податься, да? Автоматически тебе присвоят налоговый класс. Ты сам его... Можешь выбрать, но потом тебе его все равно поменяют на какое надо, и либо денег доплатишь, либо тебе доплатят потом, да? В зависимости от того, там налогов ты больше заплатил или там меньше, да? Вот. Налоговые консультанты нужны как раз для того, чтобы подать налоговую декларацию. Вот. Это очень хитрая вещь, потому что приехавшие часто этого не знают. С налоговой здесь можно списывать очень-очень много. То есть вот к этой налоговой необлагаемой базе 9000 евро можно еще прибавить очень много затрат. Например, в первый год туда можно вписывать, вот как-то приехал, да, в первый же год можно туда вписать затраты на мебель. Вот ты купил, например, мебель в ИКЕ, да, обставил квартиру. Все эти чеки ты сохранил на следующий год в налоговую декларацию, там, подаешь налоговую, и тебе вот эту налоговую необлагаемую базу увеличивают, там, до 9000 плюс сумма твоих, там, затрат на мебель, да? То есть с этой суммы тебе возвращают налоги, по сути, там, твои, там, 30 процентов, которые ты уплатил. И туда можно вписать. То есть, если ты наворовал в ИКЕ чеков, значит, на всю свою зарплату, потом вписал их в налоговую, ты можешь такой радостный, красивый сказать, а у меня вот налоговую базу. Но если получится в первый год наворовать чеков в ИКЕ, то в целом, наверное, прокатит, да. Забавно. Так, ладно, все, извиняюсь, что перебил, продолжай. Да, так вот, с налогов можно списывать кучу всего, и там идет, если ты в хом-офисе работал, там, какие-то вычеты, если ты, вот даже мне коллега этот рассказал, говорит, если ты офисный сотрудник, то в год ты можешь списать с налогов две пары джинсов, например. А, типа ты штаны протер, сидя на стуле, да? Да, именно так. Вот, то есть, ты просто эти чеки, закупленные джинсы, потом в налоговую отнесешь, и тебе там, пусть даже, там, грубо говоря, 5-10 евро, но тебе вернут там с этих джинсов, да. А тебя представь, что ты за год, там, можешь навписывать туда много-много всего, вот, но это нужен грамотный налоговый консультант, который тебе задаст правильные вопросы, и, как бы, учтет все твои траты, которые можно вписать в налоговую декларацию. Вот, и тогда, конечно, да, будет все хорошо, но чеки нужно хранить. Да. Слушай, ты знаешь, это звучит прямо как офигенный бонус к социальному пакету на работе. У нас есть налоговый агент, который за вас вот эту всю трихомуть напишет и сэкономит вам просто миллионы бабла. Ну, не миллионы бабла, но, по-моему, услуги налогового консультанта стоят там что-то 200-300 евро, что-то такое. Слушай, мне говорили полторы тысячи, минимум. Ну. А, сейчас тебе скажу, как мне объясняли, есть большая разница. Один, вот, который там за 200 евро, он просто пишет декларацию, а тот, который вот дорогой, он там каким-то образом за что-то еще и отвечает, там, за результат за какой-то. Может быть, он берет процент от возврата еще. То есть, например, вернули тебе там, не знаю, 3000 евро, да, он какой-то процент вот этих 3000 берет. Вот. Ну, так, между нами, слушателями там подкаста, можно вполне там по знакомым поискать кого-нибудь, кто тебе там за небольшую неофициальную денежку, ну, сделает. То есть, а самому туда лучше вообще не лезть, не советуешь? А самому, нет, ты можешь, конечно, купить там какую-нибудь программку там за 30 евро, но она тебе ничего нормального не насчитает. Потому что я вот два года пользовался программкой, первый год мне там вернуло как раз из-за того, что я первые полгода один жил, вот, там мне как бы насчитал, да, там несколько тысяч евро я получил возврат, а за второй год работы 80 евро вернулось, я такой отчетный чудак мало, вот, и в следующем году, наверное, буду, конечно, искать какого-нибудь консультанта и с ним более предметно общаться. Слушай, но, как я понял, примерно приблизительно понять, сколько ты будешь получать денег, можно по простой формуле, что все офферы, все зарплаты указываются в грозах, то есть это до налогов, и просто 30 процентов выкидываешь, и вот понимаешь, сколько получишь на рынке? Ну, примерно, да, вот, потому что, например, вот на третьем-пятом классе, вот как у нас сейчас, я прямо вот проценты высчитывал, получается где-то 34 процента налогов я плачу, это до получения детского пособия. Детское пособие добавляет еще там 218 евро в месяц на ребенка из 19. Это фикса или тоже процент какой-то от чего-то? Нет, это фикса. Вот. То есть за первого-второго ребенка получаешь 219 евро в месяц пособие, на третьего, по-моему, там чуть больше идет сумма. Вот. То есть, если прибавишь в детское пособие, получается там примерно на 25 процентов налогов я плачу, то 26. Окей. Слушай, и вот эта вся математика подводит нас к одному из любимейших моих вопросов. Давай прикинем, сколько надо, значит, получать, чтобы жить и не особенно обламываться, потому что, ну, я знаю, что ты в курсе про эту картинку, может быть, слушатели наши не все знают, это прекрасная картинка из блога Вастрика, что, типа, когда ты получаешь 5 тысяч там в любом другом европейском городе, да, там такой мажор нарисован классный, и типа, когда ты получаешь 5 тысяч в Берлине, там такой бомж с донером в руках. И мы только пиво. Да, 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 да. То есть, вот берем 5 тысяч с этой картинки, да, откидываем 23 процента. Ну, там, чтобы было удобнее считать, предположим, 3,5 тысячи евро у тебя, значит, осталось на руках. Как мы говорили до этого, квартира за полторы, за две тысячи, сейчас это как бы прям хорошо. Ну, давайте считать полторы, чтобы было удобнее считать. Если считать в большом городе, то да, вот, ну, полторы пускай. Вот, итого на руках остается две тысячи, и это тебе еще повезло, это мы считали очень приблизительно. И вот я сейчас даже по текущему курсу перевожу, и что-то это как-то вообще грустно прям. Ну, текущий курс, конечно, вещь интересная, да. Вот. Ну, смотри, если ты с ребенком, допустим, приехал, плюс еще там пособие 200 евро ты получил, к примеру, да, или там 400, как там в моем случае, вот, то есть ты уже там не 3,5, там, а почти 4, допустим, да. Но даже если 3,5 взять, к примеру, вот, на семью из четырех человек у нас уходит в месяц на продукты, там, на бытовую химию, на какие-то вот такие вот вещи, да, ну, в районе там 800 евро. Плюс бензин, но я езжу мало, именно как мало. То есть машина есть, вот, но она используется в основном для поезда куда-нибудь, там, не знаю, до гор доехать, там, погулять и так далее. То есть летом я езжу на велосипеде, совершенно спокойно здесь, никаких проблем нет. Вот, и машина только выходного дня, либо доехать там до супермаркета, не купиться. Ну, бензин сколько там, ну, пускай, ну, 100 евро в месяц максимум выходило, допустим, да. Дальше траты страховки, например, там, автомобильная страховка будет стоить, плюс там, ну, мы, по-моему, с тобой считали, что получалось где-то в районе в среднем 150 евро в месяц на страховке, да, дополнительный, там, уходило. То есть это страховка от ущерба третьим лицам. Очень обязательно, ведь, что он стоит 50 евро, там, 54 в год на семью, но это прямо обязательно. Штука здесь за машину, налог на радио нужно заплатить еще 18 евро в месяц. — Церковный налог, если забыл галочку снять? — Ну, обычно не забывают все-таки, вот, причем потом можно запросто прийти в любой момент и сказать, что, знаете, я вот вообще-то ошибся, я неверующий, вот, если тебе его перестанут списывать. — Ну, давай поясним для тех, кто не в курсе, в Германии есть церковный налог, который по умолчанию снимается со всех, потому что все должны верить. — Ну, что-то, да, но ты, когда подаешь заявление, по-моему, как раз-таки даже на вид на жительство, по-моему, там указывается где-то еще, не помню, но, да, галочка есть, верующий, неверующий, к какой там конфессии относишься. Причем православная церковь здесь не относится к налогооблагаемым. Вот, то есть, если ты православный, то как бы ты, с тебя не будут. — Слушай, а выгодно, выгодно. — Ну, да. То есть, ну, только католическое и какая там еще-то. — Ну, протестантское, наверное, или что-то. — Да, и протестантское, да-да-да. Как раз они снимают налог православных. Тут мало и нет, они туда не относятся, не участвуют в этой грешке. — Угу, угу. — Ну, так вот, возвращаясь к деньгам, да, там, при зарплате, допустим, вот, там, 57 тысяч в год, да, там, на третьем налоговом классе, на руки будет где-то там 3-300 в месяц. Полторы вычитаем квартира, минус 800, и еще, да, остается где-то там сколько, в районе 1000 евро в месяц, да, выходит. Ну, если просто жить, да, то этого, в принципе, хватит. Откладывать сразу, говорю, практически не получится. То есть, съездить там куда-нибудь в отпуск, да, там, раз-два в год. Но ни о какой там ипотеке недвижимости тут речь не идет. — Хорошо, это сколько тогда надо на руки получать, чтобы уже задуматься об ипотеке недвижимости? 4 тысячи получается? — Знаешь, в связи с последними событиями тут даже вообще, по-моему, речь уже и не идет о покупке недвижимости. То есть тут это прям что-то как-то очень больно стало в последний год, потому что дома подорожали где-то от 15 до 30 процентов. Новый дом. Вот. И даже вот если южный регион вообще дорогие всегда были, и в доме там в Баварии, в Донгольштаде, например, да, если брать, то где-то будет, ну, в районе миллиона евро. Вот сколько ты будешь это выплачивать, конечно, вопрос. Квартира новостроек где-то полмиллиона будет. Ну, надо засчитывать, сколько там ипотек и прочее. Но если работаешь один, то ипотеку не потянуть никак. — Слушай, так а может там и не нужна ипотека? Что, если там хорошее законодательство относительно съемного жилья, оно живит в себе спокойно и еще, может, и дешевле выйдет? — Дешевле не дешевле, другое. Просто каждый считает сам. Но, по крайней мере, ты будешь мобильным. То есть ты не привязан к какому-то конкретному региону. Ты сегодня здесь работаешь. Там через год ты нашел работу в другом городе. Я просто собрал вещи и уехал. А если ты купил недвижимость, ты уже все-таки как-то привязан плюс-минус к региону. Ну, даже там в радиусу 100 километров, даже если работа будет, но ездить уже не очень, конечно, комфортно. Многие на хом-офисах сидят, в принципе. С этим стало проще. Но недвижимость, она все-таки привязывает тебя к какому-то конкретному городу, региону. А первое время, кто знает, ты приехал, понравилось тебе, не понравилось. Либо какое-то получше предложение нашел. Там не в Мюнхене, так не знаю, в Гамбурге или в Хельне. А там еще и недвижка подешевле будет. Не 2 тысячи будешь отдавать, а там полторы, например, или может быть даже тысячу евро. Ну, соответственно, уже и зарплата побольше, и вроде недвижимость подешевле. И тут уже подумаешь. Не, ну, первоначально-то, конечно, что, надо приехать где-то, посидеть, осмотреться и уже дальше делать выводы. Ну, я думаю, тогда, в принципе, с налогами можно закончить. Вроде обсудили. Медицина. Совершенно адская система с этими вот приватными частными страховками. Вот у меня, честно тебе скажу, голова лопается. Может, ты объяснишь каким-то таким образом, что даже я пойму, как это работает? Ну, работает очень просто. Ты, если с семьей, ни в коем случае просто не берешь приватную частную страховку. Вот и все. Хорошо. Давай тогда с самого начала для тех, кто вообще сейчас сидят такие, что происходит? В Германии есть частная страховка, есть государственная. Автоматически приезжаешь, находишь какую-то страховую. Их тут несколько всего больших. Вот. Подаешься к ним и, в принципе, ты застрахован и вся медицина к тебе, как бы, включена. Если с семьей, то это единственный вариант, потому что страховка работающего, вот меня, например, да, она покрывает всю семью. То есть и жену, и детей. Если бы я брал частную страховку, то мне-то на каждого члена семьи нужно оформлять отдельную страховку. Вот. И это, конечно, стоит отдельных денег. То есть частная страховка это вариант для тех, кто приезжает один, максимум там вдвоем, и не собираются долго оставаться в стране. Потому что, как уже рассказывали предыдущие люди, частные на государственную съехать практически невозможно. Там вроде один раз можно. Не буду, как бы, придумывать, не слышал. Вот. Но для семейных в любом случае только государственные. Вот. По частной даже речи не идет, там разоришься. Окей, принято. Это дорого. Но есть такое мнение, что по частной страховке все работает гораздо быстрее. И нет вот этих историй, что когда там ты сходил сначала к терапевту, он тебя отправил к специалисту, и сидишь полгода, ждешь там какого-нибудь окулисту окошечка на прием. Возможно, да. Скажу только от себя, что, например, к каким-то специалистам, например, к лору, да, можно записаться напрямую к терапевту, к примеру. К гастроэнтерологу я тут как-то ходил. Там, да, там меня терапевт отправил. Я обследование ждал, по-моему, чуть месяца четыре, что ли. Поэтому помирить можно. Ну нет, просто, понимаешь, если ты не помираешь, то как бы подождешь. А если помираешь, то ноги в руки, несешься в клинику, и там тебя достают с того света. Вот. То есть если терпит, то как бы лечись в стандартном порядке. А если что-то острое, то тут подключается уже вся мощная медицина, тебя тут на вертолете привезут, если что. Слушай, ну острое – это вот когда прям реально вот через час как бы помрешь или ой-ой-ой, у меня болит, спасите, помогите. Ну вот у меня буквально у бывшего коллеги пару недель назад вырезали аппендицит. Вот. Он говорит, в понедельник вот что-то, говорит, там заболел живот, там затянуло, пошел вроде как к врачу. Вот. Врач посмотрел такой, ну типа там, не знаю, отправил его домой. Вот. А в среду его повезли уже как бы это на скорой. И потом еще вот сейчас таблетки антибиотики пьет. То есть вот два дня немножко они там, скажем так, упустили момент. И операция была не рядовой, скажем так. Ну понятно. Ну ладно, если все хорошо, то и хорошо. Слушай, а расскажи тогда вот про историю с семейными врачами. Они же вот терапевты. Потому что, насколько я понял, в Германии нет вот этой истории, как в России, что есть, значит, районная поликлиника, там терапевт, ты всегда знаешь, куда идти. Что у немцев есть вот эти вот так называемые семейные врачи. Это вот какие-то кабинетики, которые раскиданы по городу. И ты там то ли сам волен выбирать, кому идти, то ли неволен. В общем, расскажи. Ну, здесь терапевты, они все, у них все частная практика. То есть это обычно там какой-нибудь жилой дом. В нем на первом этаже небольшая практика. То есть это терапевт. У него там несколько медсестер. Вот. И он принимает вот людей, которые там к нему приходят из лежащих там домов. Вот. Бывает такое, что, да, места, допустим, в практике нет. Вот. И новых людей они не берут. Вот. Но в общем и целом можно найти, потому что терапевтов, как правило, немало. Вот. Но опять же, от города зависит. Вот. У меня с этим проблем не было. Я пошел к ближайшему терапевту, записался. Говорю, здравствуйте, можно к вам? Да, можно. Без проблем. Не знаю. Вот. У нас к терапевту ходим. Единственное, что для детей обычно как бы такой терапевт, вот семейный врач, часто не подходит. То есть если, допустим, детям ставить какие-то прививки или там осмотры, что-то еще, нужно искать какую-то детскую поликлинику. По крайней мере вот с нашим домашним, ну, с нашим терапевтом так. Мы как-то пришли, нужно было делать осмотр. Сыну как раз, по-моему, для школы там что-то такое. Он говорит, ой, мы, я, говорит, я не могу такую справку дать, вам нужно идти вот там в отдельную детскую поликлинику. А, то есть типа для детей прямо вот есть поликлиники, то есть вот как у нас поликлиника, больница, как отдельное здание с набором врачей. Ну, там, да, набор врачей, то есть для детских врачей. Да, кстати, возвращаясь к медицине там и детской и прочее. Вот Ингуштад, там, 130 тысяч населения. У нас здесь есть большая клиника для взрослых, но детской клиники, вот такой вот, как вот там детская областная там больница, да, грубо говоря, в городе у нас нет. Она есть в соседнем городе за 20 километров. И коллега мой, сына, например, несколько месяцев назад с отравлением, с пищевым возил за 20 километров. Слушай, ну, соседний город за 20 километров, знаешь, звучит очень смешно, конечно. После того, как ты приезжаешь из города, который сам километров 60 в диаметре. Ну, вот так вот, да. Это, знаешь, это, ну, вот из моих личных историй, это я как-то в Нидерландах там с местным говорил. И что-то там, ну, знаешь, в разговоре такое всплыло. Я говорю, ну, вот у нас от Питера граница Финляндии недалеко там. Часа три-четыре на машине ехать с меня смотрят. Говорят, сколько? Говорят, мне три-четыре часа соседнюю страну еще проехать успею. А ты на границе ехать. В Нидерланды, да, можно проехать там за несколько часов буквально. В апреле были, и вот, да, там большая страна. Не, ну, видишь, у вас тоже вот 20 километров как бы другой город, а, блин, с нашими масштабами 20 километров, ну, окей, до заправки доехал. Ну, вот так оно и есть, потому что городов очень много, и про деревни я вообще молчу. Куда ни плюнь, Бавария, тут каждые пять километров куда-нибудь что-нибудь, какой-нибудь. Что-то давляпаешься. Слушай, так, а возвращаясь к вопросу вот поиска этого самого терапевта, это реально ты идешь просто вот как бы к ближайшему, или там, не знаю, какая-то система рейтингов, рекомендаций. Ну, в Google Maps зайдешь, посмотришь отзывы, почитаешь. Ну, понятно. Но привязки никакой нет, можно идти к кому угодно. Вот, кстати, еще интересная тема, которую ты сам обозначил в нашем плане, это вот то, что называется повесточка. Вот ты это так вот нарисовал по-европейски, просто зеленая повесточка. Давай начнем с нее. Что там? Экоактивисты мучают. Ну, да, потому что сейчас вот с приходом вот этой вот коалиции, там, зеленый и прочее остальное, конечно, вот это все давайте мы там все экофрендли и прочее, плюс мы еще там вам налог на бензин введем дополнительный, да, чтобы там вот это все платилось там и делалось все зеленым на глобусе Германии. Вот, конечно, странно порой это все слушать и так далее, потому что, ну, блин, все мы понимаем, что глобус, он у нас один, и как бы стараниями отдельно взятой страны поправить экологию на всем земном шаре вряд ли получится, да, но почему-то вот пытаются, да, и звучит прям это очень активно здесь сейчас. А сколько у тебя ведер для сортировки мусора? У меня... так, давайте прикинем. Просто я слышал какие-то совершенно безумные вещи, там чуть ли не по три ведра и десять ящиков. Ну, не десять ящиков, но близко к тому. Зависит, на самом деле, от города, от деревни, в которой ты живешь, потому что, например, в Мюнхене, насколько я знаю, вот у меня там двое знакомых живут, там мусор не сортируют, то есть у них вот один ящик большой, и все бросают, вот как и в России, да. У нас здесь мусор сортируется, есть мусор, соответственно, ящик под пластик, то есть вот там всякие упаковки, там под колбасы, там и так далее, да, там от йогуртов, вот, то есть есть пластик, есть биомусор, куда идут всякие там салат порезал, там всякую вот такая, ну, кашу не доел, все, да, там чайные пакетики тоже туда уже уходят. Вот, есть несортируемый мусор, куда идет там все остальное отдельно выбрасывается стекло, и отдельно выбрасывается бумага. Вот, получается 5. Ну, кстати, слушай, неплохо довольно-таки. И к этому быстро привыкаешь, и очень удобно, потому что даже вот, например, большой мешок под пластик, он получается, он и не воняет, и ничего там, вот, а биомусора, который как раз вот вонючий самый, да, его на самом деле очень мало получается, и там у нас небольшое ведерко есть, они там в бумажных пакетиках таких, очень мало, а все остальное прям вот сортируется, ну, к этому быстро реально привыкаешь, ничего сложного в этом нет, ну, бумагу выбросить, там, макулатуру пошел, мы там в Икеа купили большое такое, большое ведро, это квадратное, ну, туда бумагу пихаем, потом просто на машину. Слушай, ну, такая как бы эко-повесточка-то звучит очень даже хорошо и позитивно. Нет, такая хорошо и позитивно, да, а вот когда с тебя налогов за это там пытаются взять, и за электричество ты платишь там в том числе налог на возобновляемые источники энергии и так далее, тут уже как бы начинаешь думать. Вот, и когда говорят, что электрические автомобили спасут планету, вот, они же все такие там эко-френдли и СО2 не выделяют, а ты потом начинаешь задумываться о том, откуда же берется электричество в этих электромобилях, вот, и оказывается, что оно вырабатывается на угольной станции, там, на границе с Польшей где-нибудь, там, между Польшей и Германией, вот, и тут уже, короче, встают вопросы, а кто здесь чего-то не понимает. Слушай, ну, как пишут по интернетам, вот конкретно Германию вся эта эко-повестка сейчас привела к тому, что немцы вспомнили, что у них довольно много угля, довольно много карьеров, и сейчас их экстренно, как бы, расконсервируют, потому что ветряки это здорово и весело, но что-то холодно, и что-то здорово. Но стабильности, стабильности, да, ветряки не дают. Это, конечно, отдельные, тут можно тему развивать по поводу, там, электричества и так далее, как там включают угольные станции, в том числе, чтобы заполнить недостаток, там, газовых и так далее. Ну, это отдельная большая тема, тут можно много искать информации. Окей, окей. Слушай, еще ты говорил, что есть определенные проблемы со старыми домами. Вот что это ты имел в виду? Про старые дома как раз проблема в том, что за отопление ты будешь платить очень много. Про то, с чего мы, в принципе, начинали, что если дом старый, если он не утепленный и класс энергоэффективности у него низкий, то зимой ты будешь топить, скажем так, здесь все батареи, они с регуляторами, то есть регулируются, можно выключать, включать, там, температуру. Вот, соответственно, ты зимой, если дом старый, будешь топить больше, соответственно, ты больше будешь платить. Вот, плюс ко всему, если не продумана вентиляция, а в старых домах с вентиляцией туго, то можно нарваться на то, что ты там чуть не дотопил, не проветрил, и у тебя там в ламп лесни поползла. Такое тоже возможно. Здесь это может быть реальной проблемой. Слушай, ну и чтобы развить уж так вот эту ложку дегтя в германской бочке меда, что еще вот может не нравится, раздражает, прям бесит, поменять хочется от всей души? Интересный, конечно, вопрос. Наверное, поменял бы систему с социальными выплатами, может быть, потому что порой получается так, что социальщикам выгоднее сидеть, выгоднее не работать, получается, или работать в черную, вместо того, чтобы работать. Потому что получается так, что если ты сидишь на социале, ну, как бы для наехавших это не вариант, потому что если ты теряешь работу, то будь добр через три месяца выехать из страны, либо найти работу новую. А для тех, кто живет здесь с паспортом, может быть, совершенно спокойно такая ситуация, что сидеть на социале будет даже выгоднее, чем работать. Потому что когда ты не работаешь и получаешь социальные выплаты от государства, тебя государство оплачивает квартиру, то есть съем квартиры, оплачивает, коммуналку, вот, плюс тебе плюшки в виде там проездных билетов могут быть, скидки там, бассейны, не бассейны, не знаю, но суть в том, что тебе оплачивают аренду, коммуналку, дают еще денег, скажем так, на житье, на бытье, вот, пусть они небольшие, но суть в том, что если ты выходишь на маленькую зарплату работать, как только ты начинаешь работать, тебе, соответственно, аренду и коммуналку никто не оплатит. А эта статья расходов может сесть у тебя больше в честь зарплаты и в конечном итоге на руки тебе останется меньше. А еще ж, наверное, детские пособия за каждого ребенка, вот то, что ты говорил, там, по 200 с чем-то. Да, конечно, конечно. Ну да, слушай, с такой математикой это действительно может оказаться просто выгоднее на пособиях сидеть, чем пытаться что-то делать. Да, и так и есть. А если еще ты сидишь на пособии где-нибудь там в черную подрабатываешь, вот, то вообще, в принципе, может неплохо жить. Как бы с двух сторон из государства поимел, и тут еще как-то в кармашек положил. И вот это, конечно, проблема, я считаю. Слушай, а насколько вот вообще в Баварии чувствуется, ну как, я не хочу говорить, знаешь, перенаселенность страны беженцами, просто от ребят, которые вот живут в Берлине, там, в соседних городах, они говорят, что вот там с началом сирийского конфликта, украинского, да, то есть вот было две больших волны, как бы, приехавших людей, и это очень сильно чувствуется, это очень сильно чувствуется в смысле вот жизни в городе, что как бы происходит в городе, город там под это как-то меняется, не меняется, еще как бы что-то. И у меня вот вопрос, это все оседает в Берлине и районах, пригородах, то есть, или вот это, в принципе, как-то равномерно по стране? распределено? Ну, я бы, наверное, сказал, что распределено по стране, потому что с началом определенных действий русской речи на улицах стало гораздо больше. То есть ее так-то было немало. Например, в Больштаде 10% населения русскоговорящих. А последние месяцы стало гораздо больше. Причем именно русской, да? Немовы. Нет, немовы. Забота от меня больше всего забавляет. Ну ладно, Босния, мы не об этом. Вот, я еще пока сидел, пока мы сейчас с тобой общались, я смотрел на список наших вопросов, и вот ты как раз упоминал про машину, и вот у нас была такая тема, как замена прав, и что без автомобиля вообще довольно грустно. Потому что, опять же, от ребят из Берлина я слышал, что в Берлине своя машина вообще не нужна ни зачем. Да, ну тут как раз получается, что если город небольшой, и так получается, что здесь в Баварии до гор недалеко, да, то есть два часа на машине, и ты в горах. Плюс ко всему, если с семьей, когда ты один, и в большом городе, да, то в принципе, зачем у тебя машина? А когда у тебя есть семья, то даже доехать там, закупиться на неделю продуктами, уже вопрос. вопрос. И плюсом ко всему, здесь очень здорово ездить по каким-то вот местам недалеко. То есть внутренний туризм тут прям очень развит, и мы за два года здесь изъездили в радиусе, наверное, полутора, часа, часа полутора почти все, и все равно есть какие-то местечки, куда там порой даже просто на выходных такой, а поехали вот туда, вот просто посидим где-нибудь там в красивом месте, посмотрим там на пейзажик, да, сели там, 20 минут доехали. Без машины не доберешься, то есть какие-то вот такие вот внутренний туризм, он есть на машине. Ну, опять же, с семьей, да. Красивых мест очень много, Бавария, прям природа невероятная. Здесь у нас недалеко, вот прям буквально 25 километров, природный парк, он довольно большой, и там течет такая маленькая речка, да, и она окружена скалами. И вот на скалах там заамки стоят, там вокруг где-нибудь по берегам там этой речушки-градочки там небольшие, деревушки такие красивые, прям все кожаные, замечательные, и туда прям приезжать очень кайфово. Но туда ни автобусы не входят, ни железной дороги нет. Ну, слушай, смотри, туризм это как бы классно, весело и здорово, но давай с практической точки зрения, то есть есть такая вещь, как стоимость машины и стоимость владения машины. И как я понял, в крупных городах в машине нет смысла не столько потому, что там общественный транспорт, например, развит, и проездной стоит относительно недорого, да, а просто потому, что даже банально поставить где-то машину стоит просто конских денег, и ты на парковке разоришься. Ну, аренда гаража, например, подземного, обычно стоит где-то в районе 50 евро в месяц. А на улице ты можешь у себя поставить машину? Ну, я ставлю на улицу машину без проблем. Ну, это, наверное, все-таки кайфово маленький, поэтому... Ну, еще частный сектор, на самом деле, потому что мы живем в основном тут частный сектор, и улицы в основном свободные. Есть другой район города, которые живут в многопартирном высоком доме, у них там с парковкой прям проблем, беда. Ну, как-то находятся, в принципе, паркуются не прямо около подъезда, но там минут пять пешочков пройтись, и, в принципе, можно тоже найти место. Ну, окей, а запчасти? Вот, там, сервис? Запчасти стоят примерно те же денег, что и в России, там, в пересчете, да, вот, там, если курс берем, то запчасти стоят примерно столько же, а вот работы стоят гораздо дороже. Вот, тут, конечно... Ручной-то, ну, в почете. Да, все, что делается руками, стоит просто каких-то там колоссальных изменяемых денег. Даже, когда я будь машину, вот, я покупал летнюю резину новую, да, и перекидывал, соответственно, с дисков, там, старую летнюю резину, менял на новую. За шиномонтаж плюс утилизация старых колес, за нее ты, кстати, тоже платишь три евро за покрышку, я что-то отдал, по-моему, 70, что ли, евро. Я сейчас параллельно пытаюсь вспомнить, сколько я последний раз отдавал, когда в Питере машину переобувал, и у меня получается там, ну, примерно 25 евро это стоило. Ну, вот, считай, три раза дороже. Уважаемый ручной труд. Слушай, а вообще, а сами машины, потому что я слышал, что, например, по Европам вообще считается, что можно приехать в Германию, довольно незадорого купить машину в отличнейшем состоянии, потому что немцы за ними следят, это, там, не знаю, какая-нибудь десятилетняя BMW за копейки, но это будет офигенная десятилетняя BMW. Ну, офигенная десятилетняя BMW, в которую ты потом будешь вкладывать, чтобы поддерживать ее в таком же офигительном состоянии, потому что техосмотр на ржавом ведре разваливающий ты просто не пройдешь. Тебя заставят менять все, что не понравится инспектору, а в десятилетней машине ему может понравиться очень многое, вот, и это встанет в очень большие деньги. У меня один коллега ради прикола себе, ну, так, пофаниться, купил старую BMW, чтобы зимой, там, где-то, значит, там, боком, значит, понаваливать, вот, отдал он у нее, за нее, по-моему, 900 евро, и 800 евро он отдал за то, чтобы подготовить ее техосмотр, чтобы пройти техосмотр. Это отлично. Кстати, знаешь, про это самое, по поводу боком понаваливать мне кто-то рассказывал, значит, тоже товарищ, это в Германии было, купил машину, понаваливал боком, ну, и где-то, в общем, значит, в дерево чпокнулся. И, как оказалось, что это была не просто березка в поле, это была какая-то особо правильная березка, которая находится там под трижды вообще охраной всех возможных экологических служб. И, в общем, он за то, что он врезался в березку, заплатил там каких-то безумных вообще денег. Да, потому что, например, в центре города все деревья у нас с ярлычками там, то есть они там пронумерованы или как-то так, ну, не дай бог ты там срубишь это дерево, не знаю там, правда, как в центре города можно срубить, но они все подсчитаны. Ну, вот он не срубил, он в нее просто врезался. А, там весь прикол-то был в чем, что он как бы, как обычный советский человек, он как привык. У тебя ДТП, надо позвонить в милицию там, чтобы тебе оформили, значит, это ДТП, пойти в страховую и все такое. Там, значит, приехали полицаи, облизали всю березку, на него посмотрели, на его машину сказали, ну, а что мы тут сделаем? Ну, иди в страховую, что ты нас-то звал, а еще на тебе штраф за березку, который там полмашины стоил. Ну, да, вполне верится. Права. Что там, надо заново или как-то быстренько можно? Права. Когда приезжаешь первые полгода, твои права здесь работают, да, но в эти полгода, за эти полгода ты должен их подтвердить, то есть, если у тебя уже есть расисты, тебе не нужно прослушивать весь курс лекций и у тебя нет обязательных часов на вождение, но ты обязан пройти курсы первой медицинской помощи, записаться с ними в автошколу, сдать теоретический экзамен и после того, как ты сдаешь теоретический экзамен, тебя допускают до практики. На практике ты ездишь с инструктором, он смотрит, насколько ты готов к тому, чтобы сдавать практический экзамен, и если у тебя все хорошо, то ты идешь сдавать практический экзамен. Вот у меня, например, в практике я откатал всего три раза по 45 минут, один раз полтора часа, я отъездил с инструктором, смотрел, говорю, у тебя все хорошо, записывайся на практический экзамен, там за два дня до него еще с тобой там разочек прокатимся по маршруту, и все. Вот, то есть, если с нуля, то, конечно, там нужно и на автобане отъездить определенное количество занятий, плюс в темное время суток вот эта вся история, то есть там гораздо больше денег уйдет. А на подтверждение прав все довольно просто, просто занимать время, ну, как бы усить чусть, обзадать теорию. Так, а слушай, вообще вот имея опыт вождения там в Питере, в Москве, в России, экзамен немецкий, это как вот, изи-катка или прям напряжно, все строго? Все строго, ну, насколько я знаю, последние годы в России очень строго вообще с создачей экзамены, прям дерут за каждую мелочь, вот, но здесь скажу, что, во-первых, здесь движение гораздо спокойнее, то есть я вот в Россию приезжал на машине, да, что в этом году, что в прошлом, в отпуск, и прям въезжаешь и сразу прям уровень там стресса подскакивает просто до небес, там все куда-то лезут, куда-то, тут тебя подрежут, тут обгонят, от светофора до светофора обязательно там нужно газ в пол, вот эти все шашечки там и прочее, здесь едешь себе спокойно, никто никуда не торопится, здесь встал в ряд и едешь по городу в своем ряду, тебя никто не подрежет, там никак, короче, не торопится народ, все очень расслаблено и спокойно. Единственное, при сдаче экзамена нужно вертеть головой, потому что нужно смотреть на велосипедистов, которые тут ездят как бы по велосипедным дорожкам, смотрят на уверенность за рулем, если опыт есть, то проблем никаких задач не будет, просто аккуратно, уверенно вводить, все. А есть ли смысл выпендриваться и говорить, что хочу сдавать экзамен на ручке, я вот не боюсь машины с коробкой передач? Да, разница, в принципе, если тебе хватит машины с автоматами, если не планируешь на ручке, то почему нет? Ну, то есть они ставят отметку, что сдавал на ручке или нет? Да, 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 то есть если ты сдавал на автомате, то ты не имеешь права вводить машину с механикой, это прямо в правах указано. А сдав с механикой, можешь ездить на чем угодно, вероятно. Да, да. То есть все-таки есть смысл как бы блеснуть мастерством? Ну, если есть желание, то да, конечно. Но механика, не знаю, автоматы сейчас почти на всех новых машинах, так что... Ну, на всех новых, да. Нет, просто, знаешь, мне товарищ из штатов как бы рассказывал, что там, если ты говоришь кому-то, что ты умеешь ездить на механике, на тебя смотрят просто как на, ну реально, как на обладателя каких-то вообще тайных знаний умершей цивилизации. Ну, в Америке, да. Вот, в Германии нет. И более того, здесь есть старшее поколение, которое там не любит автоматы. Ну, плюс автоматы же, они же по идее как... Они же все ланучие, они же очень дорогие, там и так далее, вот. А механика, она старая и надежная. И вот поэтому, наверное, старшее поколение механики есть. Более того, я тебе скажу, что даже вот, например, если взять машины Ауди, то здесь можно заказать себе, например, Ауди опять на механической коробке. То есть это для эстетов. Которых в России ты не найдешь, да, совершенно никак. То есть если Ауди, это автомат, а здесь, пожалуйста, тебе эти механики там сделают без проблем. Эти механики очень много. Слушай, ну, блин, ну, немцы, это как бы инженерная нация. Ну, сколько вот именитых людей оттуда вышло. Ну, вот я имею в виду именно по инженерной части. Так что мне кажется, это даже неудивительно, что они эстеты в этой части. В хорошем смысле слова, конечно же. Больше управления автомобилем, да. Ох, ну, можно сейчас, конечно, устроить. Нет, я просто тоже, как человек, учившийся на механике, я с этим полностью согласен. Никакой автомат тебе не даст столько контроля над машиной. Особенно вот после того, как ты научился ездить вот на педали с прямым приводом, где вот не электроник, а тросик прямо вот куда-нибудь в дросси. Да, и я сразу прям нажал, и сразу все тебя там понесло. Да-да-да, все это пошли наваливать боком. Так, ну, что ж, смотри, я так сейчас пробегаюсь глазами по списку наших тем, и кажется мне, мы, пожалуй, раскрыли все, что хотели раскрыть. Или тебе кажется, что мы что-то упускаем, и надо... Ну, вот я смотрю, что у меня вот еще пункт есть про климат и про погоду. Отличный пункт. Вот. Вот. Да. Потому что, например, к погоде на юге, вот здесь вот в Баварии, на юге Германии, я до сих пор толком не привык, потому что здесь разница между ночной и дневной температурой может достигать 20 градусов легко. То есть ты утром выходишь, у тебя плюс 5, например, да, и ты выходишь в куртке, там, в шапочке, в перчаточках, да, если на велосипеде едешь как бы без перчаток и без куртки, без шапки никуда. Вот. А днем ты выходишь с работы и эту всю как бы одежду пихаешь в рюкзак, потому что солнышко и 25 градусов. Вот. И погода очень переменчивая. Она прям может меняться по несколько раз на дню, и иногда прогнозу погоды верить совершенно вообще бестолку. Ты утром смотришь, у тебя написано там дождь пойдет в обед, а как бы дождя не наблюдается и солнце. Или наоборот, написано, что будет солнце, а потом набегают тушки и льют как из ведра. Поэтому погода здесь очень такая переменчивая и... Слушай, ну мне кажется, это чисто Питер описал вот в плане переменчивости погоды. А плюс 25 это ты про лето, конечно же, говоришь. А зимой там что? Снега, сугробы есть или как? Зимой... Слушай, ну зима мягкая вообще. Вот последняя зима была прям мягкая. То есть ночью было там, грубо говоря, минус 5, днем плюс 2. То есть ты утром вышел, снег с машины сгреб, вот. А как бы вечером приехал, даже в обед уже, да, от этого снега ничего не осталось. Вот. Очень интересно было позапрошлая зима, не последняя, а перед этим. Она была здесь довольно холодной. То есть по нынешним меркам такой зимы не было, наверное, лет 10. Мы тогда приехали, о, прикольный снежок, классно. Мне кляди говорят, типа нет, это вообще очень нестандартно и тут типа то, что у нас тут минус 15 ночью, это вообще очень все, мы тут все замерзли и не привыкли. И это прям было прикольно наблюдать. Немцы совершенно не умеют одеваться под холодную погоду, потому что мы идем на горку там кататься на ватрушке. Мы там укутаны в шарфы, в шапки, там в пуховиках, не знаю, там, да. Вот. И дети точно такие же. И мы приходим на горку, там минус 7, минус 8 градусов и смотрим, что там идет девочка, она без шапки, в легкой курточке, в колготочках. И ты такой, родители, вы как бы куда смотрите вообще? У вас ребенок тут толком не одет. Как-то ничего, справляются. Слушай, ну если они там так привыкли. Мне вот кто-то из знакомых рассказывал, я вообще не помню даже про какую-то страну была речь. Но, в общем, смысл в том, что там тоже, значит, выпал снег, и там международный офис, и работали ребята там. Слушай, не соврать, вот то ли с Тайваня, то ли с Индонезии. Ну, в общем, откуда-то оттуда, где, значит, круглый год ходят в шлепках. И они как бы просто вот всю жизнь ходят в шлепках и не знают, что может выпасть снег, и надо надеть ботинки. И они по этому снегу идут в шлепках, матерятся, что холодно, у них там чуть ли не обморожение ног, в общем. Вот это и с той же оперой, да. Очень похожая ситуация. Потому что у них просто нету привычки одеваться более-менее там тепло. Точно так же мы, когда как раз в апреле были в Нидерландах, мы ездили несколько дней, вот. Мы вечером вышли гулять, ну, градусов, наверное, восемь. То есть я иду в куртке, надел шапку, еще ветрище такое прям очень неприятное, как эта погода, но сухо. Вот. Дождя не было. И я прям чувствую, как замерзаю. И мы доходим до детской площадки. Я вижу, что там дети лет, наверное, 8-10 не в шортах и в футболке просто носятся бегать. И такой, блин, ребята, мне за вас холодно просто. А они, видимо, привыкшие на всю жизнь, наверное, живут. Слушай, но вспоминая, как ты опять же вначале сказал, что у вас там дома 20-21 градус, меня это в ужас вообще бросает. Вот честно тебе скажу. Я не понимаю, как можно зимой, когда дома 20 градусов, но это реально холодно. Ну, носочки, свитерочек. Вот, да-да-да-да-да. Это кто-то мне закинул такую умную мысль? А, я, кстати, у Вастрика читал, что, знаешь, типа, русские мерзнут в Европе зимой как бы не потому, что там холодно, а потому что они мерзнут дома из-за того, что привыкли ходить зимой без носков там в футболках и шортах. Наверное, да, вот скорее, скорее так. Ты знаешь, могу еще тоже из своего опыта рассказать. Я как-то в Грецию летал на майские праздники, и прилетели мы туда, значит, ну, я не помню, сколько было градусов, но, в общем, я ходил в джинсах и в футболке. И мне было не жарко, мне было хорошо. Греки ходили, закутанные в кожаные куртки, смотрели на меня, как на психа. Ну вот, да, кто к чему привык. Да, в общем, вот. Ну что ж, я тогда считаю, что на этой прекрасной ноте нам надо потихонечку уже сворачиваться. На мой взгляд, поговорили, мы отлично и очень даже плотно. Спасибо большое за приглашение, было интересно поделиться. Артем, я тебе со своей стороны хочу сказать большое спасибо, что, значит, рассказал, потому что мы с тобой такой планчик шикарный накидали, шикарно по нему прошлись. И это, и то. Я очень надеюсь, что это не последний раз, когда ты в нашем подкасте и не только про Германию нам удастся поговорить, но еще что-нибудь раскроем. Приятно было познакомиться, да. Взаимно, взаимно. Да, пообщаемся еще, я думаю. Да. А нашим слушателям я тогда просто напомню, что у нас был сегодня в гостях Артем Колпаков, работающий на благо, как это правильно называется, автоконцерн Audi. Концерн Volkswagen. Этот, Ваг. Ваг. Вальсваген, что-то там, Автомейшн, нет, Автомотив Групп. Акцент Газельшафт. Я сделаю вид, что я понял, на всякий случай предъявлю документы. Короче, на концерт Volkswagen. Да. Да. Все, спасибо тебе большое, слушателям спасибо, что слушали. Всем пока, до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!